Бесконечности дали! Здрасте! Все находятся на таком потрясающем позитиве, но я все-таки хочу напомнить, что вот все, что осталось. Мир погружен во тьму, и мы все еще живы. Это ненадолго. Всем привет, меня зовут Женя, и вы на канале Герои Метагейминга. И мы все еще живы. И они все еще живы, все правильно. Ребят, сегодня у нас будет игра по системе 10 свечей. Наконец-то мы все-таки до этого добрались, и я на самом деле этому очень рад. Я думаю, что все пройдет как минимум интересно, и как минимум канонично. Конечно, я не претендую на то, что идеально канонично, но тем не менее, это не неправильный мир 10 свечей, к которому мы привыкли. О, я пошел, ребята! Я так не играю! Ну вот видите, что началось. Ну что ж, после обычных приветов нашим подписчикам, и предложений заходить в Дискорд, подписываться на канал на Ютубе, фоловить, пока еще называется фоловить у нас, да? Да, я помню, у нас на Твиче. И также подписываться на Бусти, потому что Саша все скажет за меня гораздо лучше. Потому что я подписана на Бусти, подпишись, и ты! Если что, не подписывайся. После этого, наверное, мы все-таки будем начинать. Поскольку мы персонажей вполне канонично собираем в процессе нашей игры, то в этот раз мы, естественно, не будем отходить от канонок. Я немножко объясню вам и тем, кто, может быть, не знает правил всего происходящего, что, в принципе, ваш персонаж, кроме внешнего описания, которое, я думаю, вы так или иначе уже продумали, состоит из следующего. Черт, порог и добродетель. И грани, и момента. И давайте вообще канонично, я прокомментирую, зажигать свечи по ходу создания персонажа, но поскольку из соображений противопожарной безопасности, я все-таки зажгу их, когда уже непосредственно начнется игра. Так вот. Первое, что вы должны сделать, это определить черты своего персонажа. Как я уже сказал, это добродетель и порог. Давайте начнем с добродетеля. То есть добродетель – это что-то хорошее, и, в принципе, оно может быть совсем разнообразным. То есть от добрый до, не знаю, хороший стрелок и так далее, и тому подобное. То есть он, в принципе, может подобрать себе любую положительную черту, которая, как вы думаете, может вам помочь в процессе игры. Я выбираю образованный. Я зарезервировал. А вот кто первый сказал? Потому что я образованный. Я кандидат наук. Могу себе позволь. Могу себе позволь. Кирилл? Я осведомленный. Выбрал. Остальное? А какие варианты? Быстро бегает осталось. Статный. О, возьму статный. Я знаю все фишки этой игры, поэтому. Открытый. Отлично ловит бог. Я возьму осведомленный. Добродушный. Но я, правда, знаю, чем это закончится. Быстро бегает. Быстро бегает. Окей, пишите. Поэтому давайте поможем всем определиться с пороками. Порок может быть более конкретным. Не обязательно там жадный, трусливый алкоголик, в конце концов, почему бы и нет. Не знаю, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в принципе, можете выбирать что-то из этого. Какая-то болезнь. Больная рука заикается. Да, не знаю, хромой, например, почему нет. Выпихнутая лодушка. Быстро бегает, но хромой. Давай, Ричарик, нам нужны пароли. Я считаю, это неплохо. Клептоман, как так оно подсказывает. Я забираю. Сразу же? Не раздуровано. Забирай. А вот я выберу алчный. Допустим. Алчный. Патологический выберу. Потому что я знаю, чем-то запутать. Кстати, классная идея, я считаю. Да, я возьму. Жаждущий крови, зависимый. А можно я могу быть агрессивным, патологическим, патологическим? Жаждущий крови беру я. Окей, зависимый. Ну, кстати, это более расширенный вариант. Дерган, придать. Я возьму дерган. Дерган. Я хочу быть агрессивным, патологическим, но лучшецом. Я агрессивно буду брать. Все записали в результате, да? Отлично. Надеюсь, к чертам и вы не успели привыкнуть, потому что сейчас вы передаете одну черту добродетель игроку справа, а порог игроку слева. Теперь это ваши черты. Теперь это ваша полуза. Алчный. А ты передаешь ведущему? Нет, почему? Нет, черты не передаются. Передают тебе. Ты путаешь черту с гранью. Еще раз. Верни назад. Я запутался. Кто что, кому передает? Черту добродетель. Добродетель куда передает? Добродетель направо, порог налево. Вообще чертам ведущего передаются тоже. Черты не передаются. Порог налево. Порог я тебе, а ты мне добродетель. А я свой порог к Кириллчику, а ты мне свою добродетель, Кириллчик. Сейчас. Все, обменялись. Образованный ничего не понял. Порог я налево передаю, а добродетель я передаю направо. Отлично. Так, а ты мне? Ну что ж, я осведомленный алчный человек. Я образованный и дерганный. Давайте скажем у кого что получилось, что было интересно. Саня образованный и дерганный. У меня осведомленный и алчный. В принципе. Я патологический лжец, но это может быть неправдой, потому что я быстро бегаю. Точнее, наоборот. Я получился статным, но при этом жаждущий крови. Мне кажется, как раз. Я тоже почему-то осведомленный и клептоман. Осведомленный и клептоман. Ну, в принципе, мне кажется, лучше всего устроились персонажи Дани и Паша. У нас там один алчный, другую клептоман. То есть, в принципе, все круто. Мы знаем, где что наручить. Следующее, что вы должны создать для себя, это момент. Что такое момент? Это что-то, что может дать вам надежду. Любая ситуация, которая когда произойдет, она может вас обнадежить даже в этом хаосе апокалипсиса, который происходит. Формулируется он так. Вы пишете, я обрету надежду, когда. И пишете о том, что, когда вы, собственно, обретете надежду. Примеры могут быть любые. Я не знаю, когда нападешь на магазин с боеприпасами, потяжу в тихом месте, подышу свежим воздухом. Любые варианты. А можно чуть-чуть немножечко погромче? Да, конечно. О-о-о. Ребята, вам слышен наш дождь? Наш прекрасный... Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш. А как мы назовем нашего обогревателя? Можем опросник сделать. Кирилл, да? Нет, обогреватель. Обогреватель. Зука. Зука. А как сестру звали Зука? Азула. Азула. Так, ну что, всем удалось придумать, когда вы обретете надежду? Я, да? У меня еще нет. У меня очень личная. Не очень. Я не уверен, что это подойдет кому-то другому. Я думаю, что я просто не смогу физически это воспользоваться. Она не должна подсадить никому другому, потому что момент вы пишете для себя. Это карточка остается у вас. И, наконец, последнее, практически последнее в создании персонажа – это грань. Грань представляет из себя следующее. Сейчас, пока не торопитесь писать, потому что тут будут нужны подробные объяснения. Пельмени наложил и полил майонезом. Отлично. Вовремя. Красавчик. Я безумно рад за тебя, честно. Тоже пельмени бы сейчас с удовольствием жавку, но приходится убивать люди в сеттинге апокалипсиса. Итак, грань – это нечто темное и опасное, которое с вами произошло или могло произойти и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, это что-то, когда вы будете доведены до последней точки отчаяния, и у вас не останется иного выхода, кроме как встать на грань и принять вот тот ужас, который с вами произошел. Для понимания, поскольку тут секретом не обойдешься, вы пишете ее, вернее, эту карточку для игрока слева от вас сидящего. Но игроки, которые сидят по обе стороны от меня, для персонажа старшего, грань пишу я. Вообще, грань, в принципе, формулируется следующим образом. Я видел, как ты. То есть, здесь можно написать, что угодно. Я видел, как ты, допустим, бросил свою семью умирать и убежал, как последний трус и так далее. То есть, она может быть развернутой. Но в случае Саши, это видел не кто-то из персонажей, а это видели они, с которыми вам придется столкнуться. И они захотят столкнуть тебя на эту грань еще раз. А вот на персонажа Дани залагается другая миссия. Ты пишешь грань для них, для ваших антагонистов. Я видел, как они, но у тебя есть ограничения. Ты можешь описать любое свойство, способность и так далее, которое присуще вашим антагонистам. Но ты не можешь описывать их слабость. У них единственная слабость – свет. То есть, любое, что их отличает так или иначе. То есть, Саня мне пишет, я Кэролу пишу и так далее. Ура, Борос! Давайте отдам Кирлитик сразу, чтобы не вставать. И у нас сегодня, так как у нас свечи, да, и свечи будут тухнуть. Каждые две свечи, мы будем отключать по одной лампочке у нас на лампах, поэтому к концу игры, возможно, будет полная темень. Ну, наверное, и мастерскую выключить. И мастерскую в конце выключить. Ну, мастерскую, наверное, последнюю. Благодарю вас, Майс. Знаешь, что было? Какое исключение останется? Можно, если тоже. Для начала вы все-таки представьте свои персонажи. Давайте сделаем это еще на свисту, чтобы хотя бы было понятно, с кем имеем честь. Что за тварь? Ты погрессивая. Так, ну давайте что? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А почему не так? Раз, два, три, четыре. А вот так вот. Паша. Всем привет. Меня зовут Паша. Но сегодня я не Паша. Сегодня меня, моего персонажа зовут Джек Бойл. Обычный американец, ничем не сильно примечательный. Под 40 лет. Выглядит достаточно молодо. Одет в неплохой костюм. Работает маркетологом в инвестиционной компании. И так далее. Есть семья, есть жена, есть дочка. Примерный, хороший семьянин, но осведомленный и немножко алочный. Поэтому я работаю маркетологом в инвестиционной компании. В принципе, это все правда. Вот. Выгляжу я не очень высокий, средний. Типичный американец, короче. Невысокого роста, короткая стрижка, гладко выбрит. Ничем не примечательный. Увидев его в толпе, наверное, даже бы никто не обратил на него внимания. Ну что ж. Джек Бойл. Приятного выживания. Ну а мы продолжаем. Даня. Здравствуйте. Меня зовут Даня Лазарев. Но сегодня я не Даня Лазарев. Сегодня меня зовут Джонас Бразер. Я высокий, высокий мужчина, чернокожий высокий мужчина с бордой, с уже лысеющей головой. В спросе идут на висках. У меня 45 годиков. И я с детства страдаю краткосрочными потерями памяти. И зачастую забываю то, что происходило день назад, неделю назад, а то и год назад. Но я стараюсь с этим бороться, стараюсь над этим работать. Подрабатываю, так как из моей болезни я не могу на работе на нормальной работе. Поэтому я работаю подсобным рабочим в магазине, где помогаю. Благодаря своей большой комплекции я, в принципе, достаточно сильный мужчина. И поэтому могу таскать тяжелые предметы. Поэтому работаю на складе и помогаю таскать тяжелые ящики. У меня есть брат, больной брат, к которому я, собственно говоря, и собирался улететь. Но что-то пошло не так. Что-то пошло не так, действительно. Что ж, приветствую. Та опять выполна кубики. И третий раз выполна кубики. Да что такое там? Таша. Здравствуйте. Меня зовут Александра. Моего персонажа зовут сегодня Андра Алек. Я молодая девушка, 25 лет. На данный момент не работаю. У меня есть муж, зовут его Том. И я как раз собиралась лететь к нему. К нам домой. Я образованная девушка, но в последнее время слегка дерганая. Возможно, гормоны играют во мне. Выгляжу я молода и неплохо. Как и в жизни, надеюсь. Как зовут чувство? Андра. Алек. Моя фамилия. Алек Андра. Алек Андра. Алек, Алек Андра. Все? Достаточно? Спасибо. Я думаю, в принципе, этого хватит. Да, это что-то жесть какая-то. Кирилл. Всем здравствуйте. Меня зовут Кирилл, но сегодня мое имя Мерике Джалакас. Я эстонский мигрант, который прибыл в эту замечательную страну для того, чтобы заниматься своим любимым делом, а именно пекарством. Я бизнесмен. Вместе с женой и взрослым сыном руковожу небольшой пекарней. Добрый, отзывчивый человек, способный помогать другим людям. Я хороший. И я надеюсь, я выживаю. И мы тоже на это надеемся. Каданя, ты один остался. Получается так, да. Да, меня зовут Каданя, по-человечески Даниил. Сегодня меня зовут Джезов Фостен, Фостхен. Прошу прощения. Так? Джез, блядь. Джезов Фостхен. Хватит, да. Не особо высокий, ну, 170 примерно сантиметров во мне. Довольно худой, но при этом статный. Статный мужчина. Как ни странно, перебивался обычно. На такой, ну, работой как попадется. Постоянной работы не было. И сейчас я скрываюсь от полиции, потому что я совершил ограбление. Ограбление в больнице. Потому что моя дочь нуждалась в дорогих лекарствах. Тем не менее, это не помогло ее спасти. На меня начали искать. И теперь я пытаюсь ускрыться. Надеюсь, в этой суматохе у меня это получится. И я попробую наладить свою жизнь заново. А так мне 30 лет. На щеке небольшой шрам. Одет. Ну, такое повседневное, обычное одежда. Там джинсы, ветровочка. Ну, в принципе, этого достаточно. И все-таки, прежде чем мы зажжем свитчи и начнем игру, я скажу вам, как вам разложить ваши карточки. Потому что этот порядок важен. Во-первых, грань сейчас все положите вниз. Грань находится внизу. Сверху у кого-то одного должен быть момент. У всех остальных одна из черт. Не важно, порог это или добродетель. Я не поняла. Вот. А у кого будет момент, я думаю, давайте определиться и могу еще рандом. Да. Кадаем. У остальных? У остальных черт. Черты, момент, грань. У Данила, соответственно, момент, черты, грань. Вот. Немножко объясню по поводу механики игры. Если вы об этом понимаете. То есть, когда вы попадаете в ситуацию, которая так или иначе отвечает, ну, в вашей черте или вашему моменту, может быть, вы обретете надежду в этой ситуации, или вы можете сами завести игру в ситуацию, когда вы можете обрести надежду. То есть, вы сжигаете свою карточку соответствующую. Какие здесь ограничения? Вы не должны нарушать последовательность. То есть, если у вас лежит сверху черта, вы не можете сжигать момент. И грань, вы всегда на нее встаете последним. То есть, недостаток или добродетель можно чередовать? То есть, неважно, не остатки разжигать или добродетель? Не важно. По большому счету значения нет. Грань, в отличие от остальных карточек, не сжигается. Вставать на грань вы можете многократно. Даже, в принципе, в ходе одной сцены. Вы имеете на такое право. Но, поскольку она используется уже позже и лежит в конце, сначала вам придется или прожить свой момент и обрести надежду. Это объясним, я думаю, уже по ходу игры. Или же принять что-то, отвечающее одной из ваших черт и, соответственно, сначала прожить это. Черты. То есть, когда наступает момент, я должен об этом сказать? Да. Да, все да. Или даже если, в принципе, ты можешь это должен и можешь это вплести в повествователь. То есть, если минимально отвечает твоему моменту, ты говоришь об этом. Вот. И, собственно говоря, его сжигаешь. Сжигать это не фигурально. Вы передаете мне карты, и они горят в пламени свечей. Я думаю, да, пожарная безопасность нас бы сейчас накрыла и закрыла. Но, к счастью, обойдемся без этого. Итак, я готов начинать. Жди. А вы водичку на всякий случай взяли? У меня целый стакан. Я плесну в жаку, если что. Я могу дать вот это. Мы, я думаю, все, что наши бумажки будем просто сминать и в сторону убирать, чтобы не сжечь им, если ничего. Ну, там стаканчик есть. Нет, ну, можете передавать. Специально стаканчик взял для этих целей, поэтому, я думаю, все будет париться. Стаканчик, сделанный вот этим вот, с этими вот санами. У меня сердце кровью обливалось. Натертыми руками. Жаль, как будто день рожденья. Как будто день рожденья. Как будто санечки для офицера. Ну, вообще, я поделюсь секретом. У меня реально завтра день рождения. Так, стакан. И я буду счастлив встретить его в такой замечательной компании. Когда все умрут, скорее всего, в конце игры, в темноте и оттудате. Его желание сбудится. Так, мы гасим. А так, все и так погашено. Да, все погашено. С наступающим. Спасибо, ребята. Но если засидите до 12 по Москве, у вас будет возможность поздравить еще и с наступившим. Но давайте все-таки вернемся к нашей игре. Десять дней назад исчезло солнце. Неизвестно, закрылось ли оно облаками, или оно действительно перестало светить. Хотя, казалось бы, как тогда наша планета вообще могла оставаться на своей орбите. Но мир погрузился во мрак. Это спровоцировало энергетический кризис, потому что люди в истерике и панике сгущались вокруг малейших источников света. Это будь то витрины магазинов, или лампочки в домах, что угодно. Но, конечно, энергии в этом хватало ненадолго. Пять дней назад во всеобщей панике и хаосе пришли они. Кто такие они, неизвестно никому. Но они смертоносные, неумолимые и безжалостные. Единственная их слабость, как удалось выяснить, это свет. Вы оказались в аэропорту маленького американского города Салем-Слот. Аэропорт держал ситуацию под контролем, даже когда небо потемнело. Персонал старался сохранять спокойствие и успокаивать людей, которые оказались там. Сначала рейсы просто задерживали. Через пару дней аэропорт продолжил работу в статном режиме. А потом, пять дней назад, пришли они. Сначала тьмой окутался терминал Б, затем терминал С. Сейчас вы находитесь в терминале А. Вы знаете, что всего в аэропорту четыре терминала. А, Б, Ц, Д. Также вы знаете, что где-то здесь есть такие мелочи, как фудкорт, какие-то еще вспомогательные службы. И вы находитесь в терминале, в мучительных раздумьях, что делать дальше. Я не знаю, знакомы вы между собой или незнакомы, это решаете вы сами. Поэтому... Сколько времени у нас здесь? С какого здесь лета? Примерно два дня вы здесь кто-то. Я думаю, вы успели познакомиться. Поэтому, если у вас есть что обсудить, вы можете это обсудить. Пока мы не начнем все сначала. А можно я последний вопрос задам пока? Все перестало летать, короче, какое-то время назад, да? То есть, восемь дней. Ну да, восемь дней назад, если два дня работал. То есть, и непонятно. Ничего не говорят, никаких объявлений. Все просто затихло. Нет, вы знаете, что даже какие-то рельсы совершались. Вы об этом знаете. Но это были не ваши рейсы, они летели совершенно в другое место. Давайте для простоты решим так, что вы летите в один и тот же город. Ну, вот так вот сложилось. Может, поэтому и познакомились. Да, может быть, поэтому и познакомились, потому что устали ждать своего рейса. И вот, вы в игре можете что-то обсудить, пока не начнется крафт. Наверное, я, как мы здесь уже два дня, и мы видим все дерьмо, что на улице происходит. Мы, наверное, все-таки решили забаррикадироваться, или вроде того, как я представляю себе, в каком-нибудь из терминалов. И дабы проход не оставлять открытым, наверное, мы начали перетаскивать какие-нибудь шмотки. И, наверное, я перетаскиваю какие-нибудь последние чемоданы, чьих-то вещей, наверное, кто-то оставил их, забрался после прилета самолета очередного. Я перетаскиваю последние чемоданы, закидываю их на гору от этого барахла, который у нас там ближе, который мы загородили, может быть, последний проход терминала. Оставить небольшой проем, чтобы он могло высунуться. Закидываю их наверх, оттягиваюсь. Ну, все, я закончил. Ох, удумился. Здесь еще есть вода? Да, держи бутылочку. Я, наверное, догадываю свой большой, дорогой чемодан с разными вещами, переодевшись уже за эти два дня из костюмов в какие-нибудь кроссовки, джинсы, майку. Ну, в зависимости от времени года. Там какие-то вещи, докатываю, наверное, свой чемодан большой, действительно, как спортивный, скажем даже, скорее. Вот. Прикладываю кое-как к баррикадам, ну, так, делая вид скорее. Вот. Забираю какой-нибудь телефон оттуда. Ну, такие базовые вещи. Телефон, зарядник для телефона, пауэрбанку, вспоминал слово. Наверное, забираю даже какую-нибудь там зубную счетку, паспорт, чисто так, чтобы у меня был там в файлике запечатанный набор, скажем так, основных документов, которые надо брать, когда на улице есть землетрясение или что-то такое. И отхожу, наверное, сажусь и грущу. Не участвую ни в каких разговорах пока. Ну, а после всего этого действия закидываю снова свой рюкзачок, который я держу всегда при себе. Случаи мародерства здесь случались уже. К сожалению, люди не выдерживают. Забираю бутылку воды свою обратно. Ну, и тоже подсаживаю где-то за одно или два места от моего друга, ну, знакомого. Я, в принципе, вместе со своей семьей, с женой и сыном, с женой Милой и сыном Жельмашем, пытаюсь в первую очередь успокоить жену, которая уже за последние 10 дней очень сильно переволновалась, и создать хоть какую-то иллюзию того, что я контролирую ситуацию. Я, наверное, сижу и достаю свой старенький плеер, включаю музыку и, возможно, хожу с телефоном, пытаюсь найти хотя бы какую-то связь, что-нибудь. Наверное, я подхожу. Висалик, что там есть, что-нибудь связь какая-то? Кто-то сказал связь, господин, напомните, бронзер. Ну, меня, зовите меня, Джонас. Джонас, вы поймали связь сигнал? Я вас спрашиваю, Висалик. Висалик не будет броском пока для начала, нет, связи нет, все глухо. Нет, я говорю, к сожалению, нет. Телефон как не ловил, так и не ловил. Удивительно, что они у вас еще не разрядились. Мой пауэрбанк на издыхании, я и так включаю каждый час телефон, чтобы проверить, нет ли связи или каких-то сообщений. Возможно, я, не знаю, где-нибудь пытаюсь найти радио, что-нибудь, чтобы поймать, послушать новости на канал. Давай сделаем так, ты пытаешься это сделать, поскольку персонала, вы, может быть, этого даже не осознавали до этого, но, тем не менее, вот сейчас, когда ты начинаешь ходить по терминалу, ну, он, естественно, довольно большой, ты понимаешь, что тебя, может быть, это беспокоило, ты это замечал, но не придавало этому никакого значения. Здесь нет персонала, то есть обычно основали какие-то ночейщики, работники аэропорта, проходили мимо командира, экипажа и так далее, а тут сейчас, по большому счету, буквально одни в этом терминале. Санцин, у меня вопрос по поводу кастки лора. Выходит, Коль, пять дней назад пришли одни. Одни. А сейчас какой день? Прошу прощения. Пять дней. Десят. То есть здесь не азат солнца потухло, прошло пять дней, пришли ребята. Да. Мы, получается, через десять дней, вот эти вот, после потухания солнца сидим. А, то есть десять дней прошло. То есть пять дней азат пришли они. Что было в мире? То есть я, как себе представляю, коль пять дней назад пришли они, знаешь, что-то началось. Либо вакханалия, либо все начали дружить и обниматься. Я так понимаю, началась все-таки вакханалия. Началась все-таки вакханалия. Стало быть, а-ля постапокалифсис, получается. Да, по сути, да. Никого не удивляет Вы понимаете, что все по большому счету Вы тоже слышали про них Хотя вы их никогда воочию Никто из вас не видел Слухи, да? Слухи леденящие, кровь буквально Это очень страшно Это очень необъяснимо совершенно И вы невольно-то хотите посмотреть Кто они такие И тем не менее понимаете Что все спасают свои шкуры По большому счету То есть экипажи и так далее Многие просто улетели В таком случае, я думаю, что это нормально Если здесь сброшены чемоданы и вещи И мы просто... Конечно, конечно Я пытаюсь найти радио Магазины там еще стоят И в отсутствие персонала Ты беспрепятственно проходишь к аэропорту С кубу интеркому Через который передаются сообщения В летающих, садящихся рейсах И так далее Пускай он висит, в принципе, на уровне Который позволяет тебе до него дотянуться И ты, не зная, честно говоря, толком Как он работает Начинаешь потихоньку крутить там что-то И вдруг Ты отшатываешься назад Потому что Из интеркома Раздается сильный Такой спокойный Уверенный голос Если кто-то меня слышит Это капитан Кантрал Капитан Лейн Кантрал Я нахожусь в терминале Д Здесь все еще есть электричество А у выхода Д-14 стоит полностью заправленный самолет Я опытный пилот И, полагаю, мне даже не понадобится второй И буду ждать три часа После чего взлетаю Где-нибудь, скорее всего, есть безопасные места Это, я так понимаю, нормально так раздается? Это, ну, нормально В пустом зале ожидания Ну, в пустом терминале Это раздается страшным просто эхом То есть вы даже испугались Может быть Я осматриваю на наличие фонарей Что-нибудь Что может давать свет? Что можно что? Свет, что дает Да, свет нас есть Электричество есть? Да, ну, электричество какое-никакое есть Потому что работают генераторы Но вы знаете, что терминалы Б и С Они уже, да Они уже покрылись тьмой Непонятно, что там происходит Может быть, там и можно идти Но, тем не менее, вы дополнительно этого не знаете Ну, а если ты, Андра, заявила о том Что ты хочешь найти фонари Тогда ты сделаешь первый бросок в нашей сегодняшней игре Как это делается? Ты кидаешь 10 кубиков Весь пул из 10 кубиков Это не стрессовый Если выпадет хотя бы одна шестерка То проверка успешна Если не выпадет ни одной шестерки Это провал И мы гасим одну свечу Да, да, да Если выпадет единица То этот кубик до конца сцены убирает Выкинуть шестерку не так уж и просто, как оказалось Все 10 кубиков Я знаю, но у меня уже есть шестерка Ну, это уже не провал Все, Санечка, молодец Ну, еще Две шестерки и две единицы Две единицы? Единицу вы выбираете до конца сцены Общий пул, да? Да, это общий пул То есть, я думаю, для удобства раскидали его по этим По столам Ну, я, наверное, услышав вот эту речь Я вскакиваю и подбегаю в сторону Алик И хочу, может быть, найти какую-нибудь обратную связь Чтобы ему что-нибудь сказать Ну, это тоже будет проверка, безусловно Ну, сначала я опишу то, что когда ты подошел к Андре Ну, вообще, попытавшись поковыряться с интеркомом Ты увидел, что она нашла... Где ты именно копал это, расскажи нам Пускай в ящиках Или же там должны быть магазины с электроникой, например, какие-нибудь Я думаю, что в таком хаосе мы беспрепятственно... Давай сделаем так Магазин с электроникой, ну, под шумок, честно говоря, подрастающили нормально То есть там два магазина в терминале Один закрыт намертво А другой практически пусть Но тебе удалось найти то, что ты искала Ты искала фонари Тебе удалось найти, ну, пусть будет... Пусть будет три целых фонаря Тебе удалось найти в куче вещей, которая высыпалась из ящиков и чемоданов Которые закладывали баррикаду Ну и... Джессор Если ты хочешь попробовать наладить какую-то ображную связь тебе придется сделать проверку 8 кубков, да? Да, да 8, да, 8 Потому, что 2 вы потеряли Твою... Еще минус два кубика. А жестерки есть? Да, две. Нормально. Это в любом случае успешная проверка. Да. Окей. Хорошая, кстати, идея. Хорошая идея. Можно попробовать на самом деле. По хардкору играй. Итак. Джосеф, ты джессов? Да, джессов. Расскажи нам, как тебе удалось именно наладить эту обратную связь. Ты выиграл эту проверку, поэтому это твоя часть истории. Что ты сделал? Ну, предположим, что это выглядит как некая коробочка. За Викторой есть динамик. Я увидел, что есть надпись маленькая SMIC. Слово микрофон. И просто нажимая все кнопки, естественно, кроме включения и выключения, я подавал голос. Прием, 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 прием. Ну, и путем отчасти догадок, отчасти каких-то конкретных манипуляций, в которых ты, быть может, разбираешься. Тебе, да, удалось установить связь. Ты наклоняешься к интеркуму и... Control, капитан. Control у нас связи, прием. Вы нас слышите, да? Да, я вас слышу, хотя, черт возьми, не представляю, как вам удалось запустить редуктор вспять. Кто вы? Я не знаю, как мне это удалось. Меня зовут Джозеф Хостхен. Мы в терминале А. В терминале А? Да. Ты слышишь, такой тяжелый вздох. Ах, черт. Я, честно говоря, думал... Сколько вас там, ребята? У нас тут пятеро. И... Пятеро. У нас тут семеро. Семеро. Но, в принципе, особого значения это не имеет. Поскольку мы воспользуемся Airbus, то, скорее всего, чем больше, тем лучше. Что ж, мистер, как вас? Джезеф. Джезеф. Пусть будет так. Если что, я лэйн. Итак, Джезеф. Если вам удастся держать связь со мной, это, конечно, будет идеально. Но я думаю, что интерком от стены вы не отковыряете при всем горячем желании. Значит, послушайте меня. Вы можете собрать свою компанию и двигать через терминалы B и C напрямик. Хотя, честно говоря, я слышал, что там творится что-то вообще невообразимое. Все мои коллеги сбежали отсюда. Ну, я все-таки решил на всякий случай перед отлетом бросить клич в никуда. А другой путь, вы знаете, может быть, есть. Да. Но, честно говоря, ну, ты слышишь мне секундную заминку, как будто он размышляет, как бы посоветовать. Здесь, говорят, ходит поезд между терминалами. И он останавливается, конечно, в терминалов B и C. Это небольшая такая буквально электровагонетка или что-то, как ее еще назвать. Вот. Но я, признаться, не знаю, в каком он сейчас состоянии, работает или нет. Потому что ослуживающий персонал аэропорта улетел несколько часов назад последним самолетом. Я, честно на слово, не могу за это винить. Они нам ничего не сказали. А где можно найти этот транспорт? Ну, он думает некоторое время. Но в терминале... А! Насколько я помню, выход... Вы видите фудкорт? Ты оборачиваешься, наверное, и действительно видишь, что там выездка с фудкортом небольшим. То есть там, ну, какие-то там несколько забегало буквально. Аэропорт не сильно здоровый. Ну и фудкорт, соответственно, тоже не слишком. Видите? Да. Но вот где-то за фудкортом, насколько я помню, когда вы пройдете через него насквозь и повернете налево, вы упретесь в билетные кассы, а спуск к поездам немного ниже. Я сказал, это вряд ли работает, но я думаю, размять ноги вам не повредит. Да, проверить стоит. Благодарю вас. Даже не знаю, что делать. А если мы не успеем за три часа, вы все равно улетите? Опять секундное молчание. Джессов, прости, но да. Я считаю, что я держался тут и так очень долго. И, ну, черт побери, у меня есть семья, у меня больная мать. Я очень надеюсь, что они все еще живы. И, признаться, может быть, это прозвучит по-скотски, но я не хочу подставлять свою шкуру. Я считаю, что я так делаю много. Тут, наверное, я, который стоял недалеко и слышал всю эту историю. У нас тоже есть дети. Тоже есть жены. Что это там? У меня есть брат, сэр. У меня есть брат. У нас у всех есть семьи. Тихо, тихо, ребята. Подождите. Да, 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 я слушаю. Сэр, вы летаете, пожалуйста, сэр. Мы придем. Три часа достаточно. Аэропорт не такой большой. Мы придем. Если мы будем опаздывать, пожалуйста, ради моей семьи, ради моего ребенка и жены, подождите нас хотя бы еще десять минут. А давайте сейчас мы сделаем так. Благодаря стараниям нашего чата, все-таки они надеются, что вы почетесь. Вот. Вот. Поэтому давайте задействуем первое отделение донатное, которое у нас было. Ну, это, конечно, мы сделаем это условно. Вот. И... Ну, вы слышите в голосе капитана Кантрола такую... Ну, в общем, вот вы тронули его своими рассказываниями. Такое... Ммм... Да черт возьми, я... Что ж... Ну, ладно, ладно. Ребята, успокойтесь. Я понимаю, вы перепуганы, но... Не надо считать меня последней сволочью. Хорошо, я готов вас ждать здесь сколько угодно. В принципе, я думаю, в самолете, чем бы ни была эта дрянь, она до меня не доберется. Но я сейчас отправлю сразу самолет для своей безопасности. Сейчас я нахожусь на КДП. Ну, контрольный диспетчерский пункт, командный диспетчерский пункт, вернее. Если что, я в кабине. Вы увидите там единственный Airbus 320, который стоит около выхода D14. Ну, я, по-моему, это уже говорил в своем первом сообщении. Да. Трап я не буду блокировать. Телетрап, вернее, я не буду блокировать. Поэтому по коридору вы спокойно сможете попасть в салон. И постучите в мою дверь. Вы знаете, где находится дверь пилота? Вот. Постучите. Ну, давайте придумаем какой-нибудь простой условный стук. Там, например. Постучите три раза. А потом через небольшую паузу еще один. Я буду понимать, что это вы, а не кто-то еще, кто мог до меня добраться. Спасибо. Еще вопрос, Лейн. Может быть, есть какие-то рации? Можно что-то найти и держать связь. Ты спрашиваешь, Control или... Ну, Лейна, Control. Ой. Насчет рации, честно говоря, не знаю. Я сейчас нахожусь на КДП и, естественно, я могу общаться по интеркому со всем аэропортом. Но мне придется дойти до вас, чтобы дать вам рацию, естественно, и есть у меня в комплекте. Частоты, да. Знаете, настроитесь. Если мы найдем рацию, мы сможем настроиться на вашу частоту и связаться. Хм. А ты соображаешь, парень? Хорошо. Он диктует тебе частоту. Ну, там, 102,4 FM. 105. Ну, вот. Если вам удастся где-нибудь найти рацию, в принципе, сойдет рация охраны аэропорта, ну, мало ли, вот, то вы сможете со мной связаться. Свою я сейчас, вы слышите шорох, видимо, он что-то кладет в карман себе, по всему это есть рация. Свою я сейчас прихвачу с собой. Хорошо. Отлично. Прихвачу рацию. Спасибо. Сэр, спасибо. Благослови вас Господь. А скажите, сэр, вы сказали, что эти твари до вас не берутся. Вы их видели, эти твари, сэр? Мм. Что-то я видел, парень. И, честно сказать, у меня до сих пор мороз похожий. Ну, приятель, я был на войне, я был же военный летчик и думал, что навидался дерьма по самую крышу. Но сейчас я боюсь выйти из дисверческого пункта и пройти те несколько десятков футов, которые отделяют меня от выхода до 14. Хотя здесь тоже работают генераторы. У вас же работают генераторы? Слышал. Я слышал. Вот, хотя здесь тоже работают генераторы и горит свет. Это страшно. Вот тебе осторожно. Вам нужно торопиться тогда. Мы были в срок, сэр. В генераторе долго не проработают. Ладно, это вы уже обсудите по ходу пьесы. Я желаю вам удачи. Control, конец связи. Интерком гасит. Так... Нам следует поторопиться. Нам следует торопиться. Что, будем пробовать запустить поезд? Надо для начала найти его. Я бы хотела осмотреть план, может быть, на стене висит. Ну, здесь не надо ничего кидать, потому что, в принципе, можно, я думаю, в любом случае найти. Вот. Окей. Ты находишь где-то на стене плана аэропорта. И что конкретно ты хочешь увидеть? Четкий путь. Четкий путь. Ну, хорошо. Здесь, опять-таки, не надо ничего прокидывать. В принципе, капитан Control объяснил довольно точно. То есть, там, ну, за фудкортом, действительно, там поворот довольно заметный, билетная касса и перрон по эскалатору вниз. Рядом с эскалатором есть обычная лестница для тех, кто хочет пройтись ногами. То есть, никаких проблем. Да. С одной стороны, господа, мы можем пройти по терминалам ЦИБ. ЦИБ терминалы. Там терминалы. Там терминалы. Не знаю, что там, может быть, безопасно. Но там быстрее. Быстрее, чем на транспорте, на поезде. Как я понял. Если он запускается. Если мы просто потратим время, побежав к нему и останемся ни с чем. И будем возвращаться. Ну, это займет минут десять, эта сила. Сходить туда и убедиться, работает он. Если все работает на аварийном питании, то маловероятно, что что-то работает. Я голосую против поезда. Кто вместе со мной. Мы все еще в демократической стране. Твоя жена молча просто. Ну, сопляет тебя под руку, оказывая, что она с тобой согласна. Один вопрос хотел задать. Как сжигаются черты пороки? Если я хочу использовать добродетель, фиг с ним, я хочу ранний старт сделать. Ты передаешь мне и я. У меня осведомлен. То есть, я знаю, при аварийном питании работают поезда, какие-то дополнительные ресурсы. Или это только чисто аварийное питание работают. Даже лифты не работают. Часто. На знание или на автоуспех? Это, по идее, автоуспех, если это можно так назвать. То есть, по сути, сжигая свою черту, ты сам описываешь то, что у тебя получилось. По большому счету. Но, дело в том, что ты должен кинуть проверку и черта сжигается только в случае, если у тебя выпали единички, чтобы их перекинуть. Чтобы вы не теряли кубики. А, то есть, я кидаю проверку. Я хочу понять. Проверку это в любом случае. Проверить, возможно, что-то там сделать. Минус 4 кубика, правильно? Давай. Я вообще-то с помощью этих черт и почки вы перекидываешь единицы. М? Перекидываются единицы. Единицы, да. Просто вот именно по механике. С помощью грани перекидываются так, забегая вперед весь. Ух ты. Ух ты. И что? Три шестерки. Три шестерки. И никаких единиц. А высота. Я тогда пока возвращаю тебе твою черту, тебе не пришлось. Задейтывает свою осведомленность так, чтобы она у тебя... Осторожно. Чтобы она у тебя сгорела. Да, окей. Джек, ты в принципе... Ну... Я начинаю заказывать. Соображаешь в этих вопросах и расскажи нам. Я начинаю... Я рассказываю, что... А пусть так. У меня жена работает в аэропорту. Я не знаю, в городе пусть в Чикаго мы летим. В Чикаго. Я точно знаю, что аварийное питание не питает все дополнительные ресурсы, типа поездов каких-то меж... терминальных лифтов или чего-то такого. Эскалаторы. Ничего не работает. Посмотрите. Работает только минимум освещения. Мы просто потеряем время. Я согласен с... Мерикой. Называем это просто Мерикой. Мер. Мер. Американцы зовут меня Мер. Мер. Я, наверное... Наверно... Наверно с какой-то завистью ты видишь, что смотрю на тебя и на твою семью. В плане того, что ты сейчас рядом с семьей. Хотя бы. Несмотря на все дерьмо, происходящее вокруг, но ты хотя бы рядом с близкими людьми. Яс. Можно идти пешком. Мы можем пройти не через терминалы, а по рельсам. По прямой. Как говорил в свое время мой дед, если ты хочешь отправиться в Дельми в путешествие, не забудь взять свое ружье. Этот мир опасен. Поэтому нам, так или иначе, я считаю, нужно прихватить с собой какое-нибудь что-то плюс-минус вооружение. Я понимаю, что здесь в чужом белье вряд ли его найдем. А если, может быть, у вас кого-то с собой было какое-нибудь оружие? Нет. Только если его охранный. Кто-нибудь у нас может сделать проверку. А я хочу сделать проверку. Давай. Я клиптомат. Может, ты уже наворовал. Окей. Пока я перетаскивал вещи, может быть, я нашел кто-нибудь. У тебя осталось 6 кубиков. Мы же сделаем проверку. Непонятно, как. О, у меня она шестерка, она единица. Еще минусы. Единицу. Не, или ты можешь сжечь черту, если она тебе поможет, чтобы... Не-не, он же 5-6 есть. Нет, ну мало ли просто. Чтобы не выкидывать. Не-не-не, они не дают больше шансов. Просто, чтобы сохранить кубик до конца сцена. Ну, не суть важна. Свечка уже дыграет. Окей. Расскажи нам, что у тебя оказалось. Ну, вот, очевидно, когда я перетаскивал вещи, так или иначе, из-за моей недостатка, то, что я клиптомат, подворовываю иногда вещи, может быть, я и на складе у себя на работе тоже подворовывал. Я, может быть, в какой-нибудь сумочке, пока никто не видел, приоткрыл и покопался в чужих трусах. И там, среди стропонов и трусов, я думаю, нашелся все-таки какой-нибудь небольшой... Ну, пускай революер. Может быть, это и детектив какой-нибудь, вещикон детектива были. Офгай. Почему это? Нашел документы, написано Джозеф Картер. И, собственно говоря, наверное, революер... Бутылку виски не нашел. Разглав пускать. А, тогда точно Джозеф Картер. Тем более, как он баррикады собирал с вещами, чемоданами. То есть, да, ты хочешь показать его своим спутниками? Ну, наверное... Наверное... Нет. Не хочешь показать. Окей, тогда ты просто нащупываешь у себя молча в кармане рукоятку револьера. Да. И вы предсонимаетесь, что это, понимаете? Тем не менее, да, я все-таки иду к сумкам, начинаю скрывать, здесь есть какой-нибудь плюс-минус оружие. Может быть, там ножик... Значит, несерьезно какой-нибудь там, не знаю, может быть, от стула отломить... Да, я могу. Ну, это будет еще одна проверка, да? Если именно ты хочешь что-то заявить, тебе придется кинуть кубик. Ты на всех ищешь, Виталий? А ну, в обороне? А нет, ты ищешь в любом случае на всех. Давайте договоримся так, что пусть количество шестерок определяет то единице оружие, которое... отлично. Опа, у меня две единицы, ни одного успеха, я сжигаю, я клептоман. Так. Я клептоман. Так. И ты? Я жигал две единицы. Огонь. Огонь. Первое сожжение черты на сегодняшнюю игру. У нас тут сожжение. И ни одного успеха. И клептомания сгорает, и ни одного успеха. И свечка. Да, это действительно горит хорошо. И свечка. Первая свечка. Будьте добры, коллега, отключите нам. А у нас первая свечка. А, две ждем. Что ж? Можем мастерскую купить? Не надо. Перерыв, наверное, вещи. Я стою уже, к сожалению, я ничего не нашел. Да это вещи обычных пассажиров. Мы просто тратим время впустую. Надеюсь. Сколько может продолжаться? Третьяна, найти тебе все-таки ничего не удалось. А я слышала, что эти твари боятся света. Я нашла три фонарика. И это может быть наше. Мое предложение. Чтобы не разбирать снова эти завалы, мы можем спуститься к этому чертову поезду, но пойти просто пешком по рельсам. Это будет прямой, быстрый, короткий путь. И, возможно, даже более безопасный. Ммм. Хорошая мысль по поводу фонарика. К сожалению, у меня нет с собой никаких телефонов. Сэр, я видел, у вас есть телефон. У вас в нем есть телефон. Возможно, они как фонарики могут служить. Никогда не думают, что телефон станет моим единственным и последним оружием. Я говорил, уйдет никогда, не знаешь, не вперед, что в улице разберусь. И сейчас вы скажете мне, какое решение вы все-таки предприняли, то есть куда вы идете, и мы перейдем в фазу установления истины. Я объясню, что это такое. Еще раз хотел бы сделать... Я могу бросок совершить проверку? Ну, в принципе, это уже следующая сцена. У нас сначала должны пройти фазу установления истины. Мы можем сделать это сейчас. А потом ты совершил бросок, который хотел. Мне возбраняется. Это влияет просто на решение. Тогда нет броска. Тогда мы принимаем. И я согласен с мэром. Будем голосовать. Я за терминалы, Сэр. Так быстрее. Я тоже абсолютно за терминалы. Терминалы. Твоя жена, мэр... Да, да, дорогой, я думаю... Ее голос можно не учитывать. Она все равно будет всегда за своего мужа идти. Никогда не любил... Тоннели метро или что-то такое. В любом случае, я думаю, сэр, я осведомляю. Я думаю, что пути поезда или метро так или иначе идут в объезд аэропорта. Сэр, они вряд ли это до прямого терминала. Хотя хрен не надо. Ну, там говорили, что есть остановки. Остановки в каждом терминале. Но все равно нам придется пройти через терминалы. Нужно отправляться. Вот терминалами пройдем. Ладно, черт. Ты можешь идти как хочешь. Как заговорил. Моя жена Мила. И сын Жельмаш, возможно, вы знакомы. Да. Мы уже 10 дней здесь вообще вместе с вами. Надеюсь, что в случае чего вы поможете защитить их, если вдруг я не смогу. Она дергает тебя за рукав, дорогой. Ну, не стоит, не стоит так напрягать. Спасибо вам. Спасибо, что приятно видеть людей, которые друг от друга не отвернулись, как те, кто покинул аэропорт. Я думаю, мы с мужем постараемся быть полезными для всех. Она гладит сыну по голове. Все хорошо, пошли. Возьмите, пожалуйста, этот фонарь. Спасибо, этот фонарь. Защитите меня и мою семью. И вы возьмите. Все нормально, да. И мы переходим в фазу установления истины. Во-первых, закончилась одна сцена. Поэтому у вас теперь в любом случае будет 9 кубиков, а один будет у меня. И я могу теперь пытаться противостоять вашему повествованию. То есть это будет не просто успех, а я буду самостоятельно описывать исход вашего конфликта, если мне удалось перекидать вас шестерками. Но сейчас это будет довольно сложно сделать. Что такое фазовое установление истин? Вы излагаете, и я, кстати, тоже. Вы по кругу излагаете истины, так называемые. После моей вводной фразы, которую вы услышите. Вы можете говорить, в принципе, что угодно. Ну, конечно, не до такой степени, что мы благополучно добрались до капитала Контрола, бахнули с ним в стаканчик виски и улетели отсюда к чертовой матери в Чикаго. Нет. Но вы можете сказать, что вы что-то нашли. И что вам удалось там, ну, что вы зашли в терминал Б, например, и что там было не так-то темно и что-то подобное. То есть все, что вы говорите... На будущее. Да. Все, что вы говорите, становится истинной, автоматически. Даже если вы скажете, что все-таки при детальном осмотре сундуков и чемоданов вам удалось найти, там, не знаю, еще один пистолет. То есть, пожалуйста. Насколько прости я помню, там один говорит что-то условное. Например, я нашел там комнату охраны. Второй говорит, я в этой комнате охране нашел там... Можно так. То есть можно последовательно повествовать. Можно так, лучше последовательно. Ну да, последовательно будет прикольно. Но помните, что я тоже извлекаю истину. Поэтому в любом случае. Давайте начнем просто по часовой стрелке. Я не хочу кидать сейчас. И помните, последняя, девятая истина звучит от вас всех, и она звучит как мы все еще живем. Я буду загибать пальцы для удобства. Итак, давайте. Часовая стрелка там. Часовая стрелка там. Почему? Нет, пожалуйста. А, давайте против часовой стрелки. Мы против. Неправильный мир часовых стрелок. Мы все еще живы. Хорошо. В таком случае... Постой. Вот то, что осталось. Мир погружен во тьму. И мы все еще живы. Нет. Это вы должны говорить в конце. Триггер. 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 Ладно. Я сейчас тебе сложно объясню. Сначала я произношу эту фразу, потом вы... Свечи догорают. Ребята. И последняя истина. И последняя. Не первая. Мастер не тянет и резину. Мы убираем. Вот. Итак, давайте. Даня, начнем. Хорошо. Мы не будем тянуть катало яйца. Когда мы выходим из нашего терминала и отправляемся в сторону следующего терминала по пути, мы встречаем нечто. Этим нечто оказывается живое существо. Мы быстро начинаем уходить из терминала куда-то на улицу. В панике. Это же... Нет. Ну это же не так работает. Факт. Факт. Типа об этом живом существе, например, или там вот есть... Не что ты будешь делать при этом, а факт какой-то. Все верно. В этом плане. У этого живого существа нет глаз, но есть огромные когти. А у нас есть грамотания. Это какой терминал был? Бэмбар. Терминал. Бэмбар. В этот момент терминал начинает подписываться генераторами и мигать свет. Мигать свет. Эти существа... Мигать свет. Эти существа действительно боятся света. Эти существа боятся света, я тоже говорю свою истину. Эти существа боятся света, но мерцание пока не похоже, что оно повергает их в ужас. Да. Девять. Мы же еще... Девять. Еще. Девять. Ты, Кадания и потом последняя истина. Хорошо. По счастью, здесь есть выход... Почему нет? Выход на крышу. Допустим. У Кадания. Да, Кадания свечи догорает. Да. Путь через чердак на крышу подсвечен светодиодной лентой. И теперь последняя истина. Но мы все еще живы. Да будет так. Да. Зайдем в терминал B. Вы действительно увидели... Давайте так делаем. Вы увидели нечто. Ну, те детали, которые удалось... Не описываешь. Да. Которые удалось увидеть мэру. Я вот лучше тебя тоже буду называть сокращенно, а так удобнее. Вот. Да. Тебе бросили в глаза то, что... Ты предположил, что у этого создания нет глаз, потому что оно... Его силуэт как-то нервно рыскал в разные стороны там тем, где должна быть голова. Да. Ну, а когти... Там не было вопросов. Кто увидел когти прямо такие достаточно отстоящие от пальцев. Естественно, шокированы этим. Вы принялись хаотично сначала немного метаться, искать какой-то выход. И да, действительно, по мерцанию светодиодной ленты Джессов обратил внимание, что все-таки это куда-то подсвеченный путь. И вы, налетая друг на друга, но все-таки не забывая оглядываться назад, преследуемый каким-то звуком, который, по идее, не должно издавать живое существо. Хотя оно было, безусловно, живым. Это какой-то, знаете, как скрип дверной ручки. Старые зажровевшие ручки, которые очень тяжело сымитировать голосом. Вы не поняли, преследовало он у вас или не преследовало. Вы неслись льми на голову, и вы выбираете на крышу. Давайте так, крыша аэропорта не особенно подсвечена, но там есть какое-то аварийное освещение. Ну, такое более или менее аварийное. Вы не слышите за своей спиной никаких шагов. Вот. И, ну, там какие-то служебные помещения, ну, чердачные какие-то, что-то вроде этого, такие, ну, как выпуклости на крышу, то есть такие мини-домики такие небольшие, будем говорить так. И кто из вас? Пускай ты, Маут, Джек. Ты увидел вдруг, как дверца одного из этих домиков, давайте будем называть их так, она открывается вовнутрь, и она резко прихлопнулась, как будто там кто-то есть. Поверьте. Я слышал, вы видели, дверь захлопнулась, там точно кто-то есть. Я свечу туда фонарем. Это не та тварь, которую мы увидели. Ну, верно, сэр, вы точно видели, что это не та тварь? Успокойтесь, я прошу вас. Я уже перестаю верить к глазам, но я точно слышал звук захлопывающейся двери. Мы все слышали, что там что-то ужасное. Мы столкнулись с этим. Нам нельзя стоять на месте, нам нужно двигаться. Согласен. Фонари включаем, шарим во все стороны, идем вперед, все. Но, может быть, там есть люди, которые не знают, что. Не знают, что. Там темнотища, они в любом случае знают. На крыше нет, есть люди, которые что-то не знают. Я хочу подойти к двери и громко, возможно, даже убедить человека выйти оттуда. Просто сказать, что мы, люди, если вы сейчас не выйдете. Ну, вот что-то в этом действие. Да, я тебя понял. Но, как ты понимаешь, здесь есть опасность. Поэтому тебе, конечно, придется сделать проверку. Ты кидаешь 9 кубиков, но не забудь, что я, хотя не совсем, но могу тебе противостоять. Не могу. Один успех, один единиц. Один кубик. Но один успех есть, да? Идем. Идем, да. Так, сейчас подождите, я действительно сменю музыку на более подобающую, потому что у нас все более или менее спокойного. То есть не спокойного, только свечи горят очень быстро. Очень быстро. Ничего страшного. Какие-то горят не очень сильно быстро. Можно заявить пока проверку, пока переключение музыки? Да, конечно. Она, ну, не связанная с его, я просто ждал количество кубиков, сколько оставить. Я хотел бы попробовать найти выход дальше с крыши, где-то, ну, чтобы дальше куда-то спуститься, потому что по крыше сильно далеко, вряд ли уйдешь. Ну, давай тогда сделаем, ну, давайте, пускай вы делали это параллельно. Поэтому я сначала позволю тебе сделать проверку, а потом опишу. Я не смотрел на то, что он там делает, да, я занимаюсь дальше продолжением. Что? Мать! Я трачу добродетель. У тебя нет шестерок. У меня нет шестерок, у меня три единицы, три тройки, три четверки, я перекину единицы. Сейчас все закончится, ребят. Ты нас убили. Сигни. Выгони сейчас кубиков. Девять? Нет. И мы потеряли. Нет, нет, восемь. Уже восемь. Так, у тебя нет успехов? Нет, все я. А тебе дай один самолет, который нам нужен? А это мы узнаем дальше, и, возможно, вы об этом сам и расскажете. Вы теряете еще один кубик. Гасите! Все тебе сверят. Вы пока рассказываете, а я пойду покажу. Не теряйте время, господа! Я не говорю быстро. Фаза установления истин. Но только теперь истин восемь, восьмая, это мы все еще живы. Вот то, что осталось. Мир погружен во тьму. Начинай. Опять я? Да. Блин. Хорошо. Хорошо. Отсюда я вижу тот самый самолет, о котором вам было сказано. Если смотреть прямо на этот самолет, то можно увидеть аварийную лестницу с крыши на улице. Допустим. Допустим. Так, можно любое, все, что это самое. Ну, тогда я… Продолжаем. Продолжаем. Давайте рассмотрим договорились. Да, это хорошее дело. Пишут, что истинное начинается от того, кто провалил бросок. Но не важно уже. В следующий раз. Я вижу лестницу, ведущую вниз по направлению к самолету. То есть, по направлению к следующему терминалу. Следующему терминалу. Окей. Ну, давайте, если вы позволите, мы детализируем это так. То есть, Джессов увидел какую-то лестницу, а тебе удалось разглядеть, куда она именно ведет. То есть, вы действительно можете миновать терминал B и перейти к терминалу C. Джек? У меня, в принципе, бывает примерно похожая истина. Раз я уже начал с предыдущего, я буду продолжать свою, топить за свою фигню. Я говорю, что на терминале, на крышах терминала B и C достаточное освещение. Окей. Люди, что… А я могу использовать эту локацию, в которой мы сейчас были? Ну да, конечно. Люди выходят к нам из укрытия. Допустим. Ладно, хорошо. Сперва тебе показалось, что люди, ну там действительно несколько человек, но ты увидела, как из двери, куда пытался постучаться мэр, выходит медленно и боязливо, ну явно человеческая, явно не какие-то зубкие существа, а явно человеческая фигура. Последняя от тебя и общая истина потом. Это фигура вооруженная. Окей. И мы все еще живы. И мы переходим к следующей сцене. А в моем пуле теперь два кубика. А в нашем восемь. В нашем восемь. Да, это действительно вооруженная фигура, так или иначе, то есть, ну, наверное, мэр, ты даже отшатываешься немного в сторону, не ожидая. Вы видите, высокого, достаточно высокого, выше, наверное, любого, выше самого высокого из вас, вот, человека, у него, он одет в такое коричневое пальто, как вот, лейтенант Коломбо, знаете, такое ретро пальто буквально, вот, у него редкие волосы, зализанные назад, жутко напуган, вы видите, что он просто в страхе, но тем не менее, он вооружен. Он вооружен, как ни странно, таким хорошим винчестером, каноничным совершенно, но руки его трясутся, и совершенно не факт, что он, по нему не видно, что он умеет использовать это оружие, может быть, он его где-то нашел, может, где-то подобрал, то есть, он, кто вы, кто, кто вы. Все, пожалуйста, успокойтесь, мы такие же выживатели. Мы пытаемся спастись. Тише, тише. Мы знаем, мы знаем, как спастись. Мы знаем, где выход. Самолет. Видишь тот самолет? Какой самолет? Он там вдалеке горит. Он там вдалеке горит. Ну, он действительно, вот, после твоей фразы, у нас дети, он видит, что, действительно, там, вот, мэр стоит с женой и цинишкой, ну, естественно, немного сбавляет свой пылом, просто опускают, ну, я думал, что вы, я думал, что вы из этих, о чем ты говоришь, парень, какой самолет, где? Да, мы около терминала D, я самолет. Здесь еще остались самолеты? Да, последние. Я думал, все уже отсюда смелись. Два часа с половиной нам осталось, мы идем туда. Мы на нем скоро улетим, сэр, отправлялись с нами, сэр. Вот после твоих слов, ты видишь, у него в глаз просто полыхнула надежда, буквально он такой, ну, он уже простался жизнью и решил, что умрет от голода в этой коморке, в обнимку с винчестером, а тут у него появляется какой-то шанс, вы не шутите? У него слезы начинают катиться, он не выдерживает просто, простите, господи, господи, простите меня, пожалуйста. Размите себя в руки, нам нужно отправляться. Да, 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 конечно, я не знаю, может быть, я не стрелок, я вообще бизнесмен, Макриди, моя фамилия Макриди, Стоун Макриди. У вас есть источник света? Да, 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 у меня был какой-то карманный фонарик, он роется, хлопает по карманам своего плаща, вы замечаете в освещении, что плащ его достаточно грязный, ну, может, валялся на земле или что, ну, то есть, одежда неплохая, дорогая, но он уже дошел до финальной точки отчаяния, ему уже плевать абсолютно, как он держит в порядке, и достает маленький, крохотный карманный фонарик, очень маленький, ну, тем не менее, свет он какой-то дает, то есть, ну, лучик света есть. Удовно здесь все? Я уже потерял еще времени, а вы, я здесь, ну, несколько дней, я намеревался лететь в Чикаго, у меня там партнер по бизнесу, и вот начался этот кошмар, и, господи, я просто не знаю, как я выжил. Джонас, меня зовут Джонас. Очень приятно, он пожимает тебе руку. Он тоже в Чикаго, я чуть брату. Хорошо, хорошо, господи, как... Хватит болтать, пошли вперед. Вы не представляете, как приятно увидеться с живыми, настоящими людьми. Вы видели этих тварей? Скажите, вы видели этих тварей? Его опять начинают бить крупно, что слезы без контроля накатятся. Они еще не видели, или к счастью, я не знаю, что... Вы были крепче держали фонарь, а не оружие. Какая-то херня, все равно было внизу. Ну, вы знаете, я слышал, что человеку, который не умеет стрелять, оружие придает уверенности. Судя по всему, он вытирает слезы рукава, он, судя по всему, я именно из таких. Ну что, вы говорили про самолет, у вас есть связь с кем-то из пилотов, или вы пилот, кто-то из вас пилот? Пилот в самолете, мы идем сейчас туда. Господи, это просто похоже на сказку. Я не думал, что это может быть на самом деле. Ну, ладно, он шумно выдыхает, вытирает последние слезы, берет себя в руки. И даже, ну, наверное, видно, что человек-то, в общем-то, в мирное время такой крепкий и волевой. Ну, просто действительно, его сломал тот ужас, который ему удалось пережить. Он выпрямляется так немного. Господа, если вы, кто-то из вас, он показывает, умеет с этим обращаться, пожалуйста, лучше заберите у меня эту штуку. Я даже толком не знаю, как взводится урок. Я подхожу, прям так выдергиваю его. Ну, он отдает тебе. Попробовать перехватить у Джезефа. То есть, пытаюсь перехватить у Джезефа ружье. Я пока держу. Господин Джезеф, мне нужно защищать семью. Гентльмен, это самое, не будем здесь творить и ссорить, ругаться. Я хочу, а пвп-бросок можно делать? Пвп? Ну, условно. Ну, при желании ты можешь что-то сделать. Я хочу убедить Джезефа отдать мне ружье, потому что я лучше им обращаюсь. Хорошо. Я не буду в этом случае вмешиваться, потому что это ваше противостояние. Хочет я говорю на правилах, но, в принципе, я не запрещаю. А если будут единиться, то потеряем ее? Напоминаю, что если кто-то из вас провалит этот бросок и не у вас займёт за черту, то вы потеряете еще одну ссорить. Да давайте. Что катится в бездну? Боже, просто смашим и все. Стой, стой, стой. У меня две шестерки. Минус один кубик. Минус один кубик, если ты хочешь ему противостоять. Минус два кубика. Стоп, я не выбросил один кубик. Тебя должен был кинуть семь, но кинул восемь. А, перекинь тогда. Давай перекинем. Пропытайность. Ага. Свечи горят. Очень быстро. У меня минус один кубик. Тоже две шестерки. А, успехи есть. Хорошо, сколько у тебя уполнено? Два успеха. Именно два. У тебя тоже два успеха. Ну, тут, честно говоря, на самом деле... Я подхожу и... Давай, давайте, да. Пускай, если это будет так, то так. Я, в принципе, не против. Я могу даже потратить свою... А, ну, хотя это что для перекинга. Ты же не кидаешь проверку. Да, но я дерганая. Поэтому меня, наверное, просто взбесило. Они, наверное, отвлекаются, потому что я тоже хотел... Я поясню, извините, я перебил. Я поясню. Ты имеешь право отыгрывать черту когда угодно. То есть, если у тебя есть черта дерганая, то ты можешь это проявлять, показывать и так далее. Ну, меня накаляет эта ситуация. Вся мы стоим на месте. Никуда не идем. Я, наверное, пока не пытаюсь перехватить друг у друга. Я просто выхватываю. Нам надо идти. Мои глаза прям конкретно начинают наливаться кровью. Я прям злой становлюсь. Да вы просто стоите и теряете время. Идем. Я об этом говорю уже минут 15. Мешивается Стоун. Я уже направляюсь. Он догоняет тебя, наверное, когда ты просто идешь вперед. Да, я думаю, не стоит терять времени. Где? О какой лестнице вы говорите? Да прекратить, что твои здесь ссорятся. Если бы я знал, я выкинул бы эту железку ко всем чертям. Да прекратите истерику. Чего бабы? У меня в деревне так бабы дрались за мужиков. Я хочу втащить. Господин Джонас. Мы... Я показываю. Я пытаюсь спасти свою семью и детей. Я пытаюсь спасти всех нас. Я не наставляю оружие. Пойдемте. Нам некогда. Разобрана? Я забрала. Да, я тоже хочу. Сколько проверок будет? Если она забрала, то я не могу бикину. Ну, незачем мне это делать. Да, оружие у нее... Хорошо, давайте определите, что вы все-таки хотите. Все, мы идем дальше. Идете дальше. Мы идем. Наконец. Пусть в дурном настроении, но тем не менее идете. Раздраженный, все окей. И вы идете... А куда вы идете, расскажите. Ну, к лестнице. К лестнице. Которую видел кто-то. Которая в терминал C. Эта лестница ведет вниз, да, я так понимаю? В следующий терминал. Она ведет в следующий терминал. То есть это... Цена от C. Давайте так. Это небольшой застекленный переход, который ведет от терминала к терминалу. Ну, скорее всего, он выполняет служебное назначение. То есть там, ну, служащие терминалов, чтобы экстренно пробежать по крышам и не ходить через толпы. Но в этом переходе царит абсолютная темнота. Он не посвящается ничем. Терьмо случается. Но вы можете... Он не слишком длинный. Вы можете перейти из терминала в терминал. А... Нельзя ли по крыше дойти до D-терминала? До терминала D? Музыки нет. Музыки нет. Музыки нет. На крыше нет музыки. Можно дойти пушком до терминала D? Я готов совершить проверку. Ну, тебе придется это сделать в любом случае. Так, давайте поставим еще какую-нибудь жуткую музыку. И, да, если ты хочешь что-то проверить, то... Ну, если мы видим, да, действительно, что там все темно есть. Ну, да, давай так. Ты там темно в этом. Ну, как, как, непосредственно хода до терминала... Да, ну, прямую терминала D? Умеется, нет. Но ты можешь прикинуть... Я имею в виду, может быть, через этот переход, а может быть, какой-то еще есть. Да, я и говорю, что ты можешь прикинуть там. Может ли такое что-то подобное обидеть? Ни две единицы, ни одна успеха. Ты что-то будешь делать? Я не хочу, нет. Слушай. Я и когда еще не зеленый куплю. Пока вы не двинулись, вот то, что осталось. Мир погружен во тьму. Давай с тебя начнем. Я вижу лестницу, по которой можно спуститься прямо на землю и по земле, по улице пройти в следующий терминал. Там стоит одинокий фонарь, который освещает путь. Почему не хороший, говорю, надо ли? Кроме этого фонаря, нет ни единого источника света, и вы даже не очень хорошо видите, что происходит непосредственно у подножия лестницы. В этот фонарь, видимо, несколько дней назад врезался грузовик погрузочный. И фонарь, накрененный низко-низко, как в земле, освещает небольшое участие. Давай дальше. Начинают окрапывать дождь и свергать молнию. Слышны, а я последний? Потом мы еще живы и продолжаем. Слышно, что внизу крики или голоса людей. И мы все живы. И мы все чувствуем подриск. И что вы предпринимаете в таком случае? Я говорю, что мы видим, можно обойти по улице. Там хоть как-то светит фонарь. Да, и нас не зажмут в замкнутом пространстве, если что. Я слышу раскаты грома. А вы смотрите, там, кажется, возле фонаря здесь грузовик. Возможно, он еще функционирует. Возможно, мы по взлетной полосе сможем доехать до самолета. Да, конечно, неплохо, если он еще не сдох, этот грузачок. Стоит попытаться. Если там есть топливо, мы сможем поджечь его. Или фарами можно осветить. Так, они даже не имеют. Вмешиваются макриди. Да, я думаю, это хорошая идея. Честно говоря, ползти через эти терминалы мне вообще совершенно не улыбается. Это ужас какой-то. Ну все, решено, идем туда. Надо торопиться, времени все меньше и меньше. Я смотрю на какие-нибудь свои механические часы. Да, ну все. Давайте поступим так. Ну, это немного противоречит классической механике, но, тем не менее, добавит ему немного перчинки в повествовании. Давайте мы сейчас с мэром сделаем своеобразный контест. Семья против мэра. Просто кто из кого, кто кого, грубо говоря, перекидает шестерками. В твоем пуле 7 кубиков, в моем 3. И в зависимости от исхода нашего противостояния, что-то произойдет или не произойдет. А единицы мы также теряем? Нет, давайте в этом случае не будем отметать единицы. Это не проверка, это просто такое нововведение. Ну, правда хорошо, потому что у меня 3 единицы и ни одного успеха. У меня 1 успех. Значит, не изучается. Ты, ну, повернувшись, чтобы по привычке, может быть, как-то спросить одобрения у своей семьи, там, переглянуться просто с женой, ты поворачиваешься. Ты помнишь четко, что они стояли у тебя за спиной. Даже, может быть, ты ощущал инстинктивно, как она стояла, прижавшись в твоем плечо, ее дыхание щекотало тебе шею. И вдруг, внезапно, ты ощущаешь, что, ну, ты понимаешь, что не так. То есть, перед тем, как двинуться, ты понимаешь, что ты этого не чувствуешь, не чувствуешь присутствие близкого и любимого человека. Ты поворачиваешься, и ни твоей жены, ни твоего сына нет. Я говорю, Мила, где-то началось. Где, где, где моя жена? Я хватаю фонарик, начинаю светить, пытаюсь добежать, вспомнить, в какой же момент все-таки они пропали. Сэр, они здесь стояли, сэр? Я, я, как, как, возможно, в этот момент я, вспоминая ту тварь, просто само исчадие ада, я боюсь, что я в аду, мы в аду. Все хорошо, сэр, я хожу, кладу руку на тачок. Успокойтесь, сэр, все хорошо, они где-то здесь, мы их найдем. Они забрали. Все нормально, они не могли далеко уйти, мы на крыше. Мы не слышали ни криков, ничего, возможно, они пошли осмотреть дальнюю часть крыши, чтобы спуститься или что-то еще найти. Все хорошо, мы найдем. Я, наверное, они забрали. Что вы будете предпринимать? Я хотел бы к дальнему часть, к концу крыши побежать, посмотреть, может быть, они действительно пошли посмотреть какой-то другой ход или что-то такое. Давай, давай, ну это будет проверкой. Я хочу заглянуть в дверь сербинал. Надеть, что-то темный коридор. А мне не добавлять кубики? Так. А давайте тики. Давайте. Давайте просто, ну, в принципе, вы хотите сделать одно и то же. Да, да, просто купа это, в общем, вы просто, наблюдая растерянного и растяженного мэра, вы хотите как можно скорее попробовать ему помочь. И просто, ну, ищите везде. Ты смотришь дверь терминала. Мы крышу отбегаем. Вы крышу отбегаете. Но проверку в любом случае сделать должен быть. Я предлагаю выбрать самим кто-то. Я за здание Русан. Сижу и плачу. Абсолютно. Я, может быть, по-нашему, воды. Один убираем, два успеха. Два успеха. Ну, у меня нет успехов, поэтому ты можешь описать. Скажем так, ты их нашел. Вот, можно, давай так, ты опишешь, что ты увидел, потому что ты нашел их не в непосредственной близости. Обязательно, что ты делаешь. Да, хочешь музыки громче, а ты не хватает. Так я вот, понимаете, кто-то потерял в клапку, я не могу. Она сворачивается вниз. Где музыка? Оранжевая такая. А, она в трее, да? Да, оранжевая такая штучка. А, все, я вижу, а им. Я уже не вижу свечей. Я тоже. Я сейчас нажал фаузу. Подписывать, дружище. Ну, я практически на максимум сделал. Надо, наверное, так. Подумать сделать. Вы даже сделаете. Ты лучше пописывал, мы бы сделали. Да, все окей. А, у тебя же это. Можешь отписывать по ходу. Ты идешь, делаешь громче музыку. Что ты видишь? Я иду по коридору, музыка становится и с динамиком громче. По коридору? По крыше. Да, я, наверное, мы с Джеком ходим по крыше, осматриваем крестности. Пытаюсь понять, куда делись ребенка-женщина, которые здесь только что стояли. И я вижу, да, действительно, я их вижу. Но я почему-то вижу, опускай так, я вижу его жену, бежащую на стеклянном переходе, в крови. И вижу, как темные фигуры тащат ее сыну. Опускай так. Ты действительно это видишь, и тебя удивляет то, что он даже не кричит, он просто болтается. Сколько темных фигур ты видишь? Сейчас твое право. Сколько они? Два. Эти фигуры, я продолжу, если позволишь, они похожи на то, что вы видели в терминале. То есть, судя по всему, как приходит в голову логичный, вот что они тут далеко не одни, и могут быть и еще. И тебя удивляет, ты бросаешь взгляд, тебя, конечно, бросает дрожь от этих фигур, Но тебя удивляет то, что ребенок, ну, даже не кричит, он не то, что не напуган, он просто, видимо, настолько этот ужас лишил его силы воли, что он просто болтается, как тряпичная кукла у них в руках. Можно я кое-что тряпишу? Я, заведев эту сцену, наверное, Джеки еще этого не видит, я заведен сцену, он меня на секунду останавливает, заведет, и все. Начинает трястись руки, начинает трястись губы, глаза расширяются, я все это вижу, падаю на колени, у меня дозвонится на течь слезы. И на секунду у меня рожка отключается, и когда Джек подходит ко мне, они все джеки... Что происходит? Что с тобой случилось? Джонас, все в порядке? Я, наверное, там, слегка по щеке бью, чтобы не спешил в себя. Я, я, я не помню. Что произошло? Я, я... Что ты увидел? Простите, я, это, видимо, случился приступ, я не знаю. Я, я нигде не видел следов ни, ни жены, ни ребенка. А, постойте, вон же она. Я показываю, лежащая женщина на стекляном переходе. Вы подходите к ней? Она, ну, на крыше, она на переходе. Она ниже лежит. А, ниже, да? Не, ну вы подходите, чтобы рассмотреть ее детально, может быть, вы хотите увидеть фонарь? Если я вижу слегка, я, наверное, нет. Я говорю, я прям слаживаюсь в кровь. Черт, черт, черт. Ты рассматриваешься и сосредоточиваешься, ну, судя в глаза, я так присмотревшись как следует, ты видишь, что она лежит лицом вверх, пускай есть, тоже, по-моему, не описывал обратного. И она невредима, в принципе, то есть ты не видишь ни переломов, ничего, вот, хотя крово-крови натекло очень много. Но ты видишь, у нее как огромной бритвой срезано лицо, просто от подбородка до лба. Вместо лица сплошная гладкая кровавая масса. Почему-то гладкая, хотя там нужно быть какие-то кусти и так далее, но оно просто отсутствует. Я по колене начинаю креститься, мальчик. Я, наверное, пытаюсь поднять, вот, черт, нам надо спешить, уже не исправить это ничего, нам нужно идти. Да, конечно, да. Простите, я, память, простите, и я иду, возвращайся обратно. И, ну, что вы поднимаете дальше? Я подвигаю к этому, к мэру. Стоун, наверное, в это время стоит рядом с ним на колене, гладит его по плечу. Я, наверное, сажусь рядом. Сэр, шорт. А, сэр, как, я, я перебиваю, мы не нашли никаких следов семьи, не знаю, возможно, кто-то их утащил. Я уже знаю, они мертвы. Я, наверное, если что хочешь, лучше. Мы не можем не возвернуться, мы можем только идти вперед. Меня, милая, жильбаш, простят, мы будем скорбить о них позже. Если мы умрем, их смерти будут бессмысленны. Я хлопаю по плечу и начинаю спускаться. Да, надо идти дальше. Стоун, тут помогает тебе встать, наверное. Умужайся, друг. Я потерял жену, она погибла в автокатастрофе. Я понимаю, что я не могу сказать, что знаю, что ты чувствуешь. Нам сейчас лететь. Мам, все будет в порядке. Вы видите, что он действительно как-то так приободрился более или менее. У него присутствие людей на нем сказывается благотворно. То есть он даже уже готов сам кого-то поддерживать и успокаивать. Все, если вы хотите, я пойду первым. Кто-нибудь поможет? Парню, показывает нам распоряжение. Я в порядке. Я в порядке. А где мальчик, который был здесь? Где мальчик, который здесь был? Все, ладно, простите. Простите. Я, наверное, осознаю, что что-то... Видимо, мой мозг соединяет эти пазлы, что я понимаю, что, типа, раз мы нашли мертвую жену и мальчика рядом нет, скорее всего, я не помню, что его забрали. Да, у тебя же. Ну, я понял. Но я могу сопоставить вещи, и я, скорее всего, думаю, что он тоже готов. И что же вы предпринимаете? Нам надо быть начеку. Надо торопиться. Ну, вы видите, что я уже на лестнице. Твою мать, как бы это грубо не звучало, но, возможно, пока у них есть две жертвы, у нас есть время добежать до самолета. И не смотрю в сторону мэра, наверное, совсем в этом момент. Могриди укоризненно тебя смотрит, но, тем не менее, помедлив кивает головой. К сожалению, это так. И на лестнице. К сожалению, это так. Да, наверное, молча. Лестница. Молча спускается. Вам, может, интересно, кто спускается первым или... Ну, это не принципиально для меня, то есть, как хотите. Я посерединке. У меня заявка. Я хватаю фонарик, который мне дали ребята. И, ну, вот, возможно, с небольшим криком пытаюсь, расталкивая всех, выбежать вперед и освещаю себе путь, направляюсь к одинокому фонарю. Я просто бегу. Это длинная лестница вниз, крыша, прям до самого нельзя. Ну, окей. Ну, окей, ну, тот, кто делает это первым, ну, пожалуй, все-таки должен совершить проверку. Тем более, ты бежишь, аж чертя голову, и толком не смотришь под ноги. Шесть кубков. А, такой вопрос. Если происходит какой-то момент... Ну, ладно, нет. Если происходит какой-то момент, я его вытаскиваю даже если он... Ты его вытаскиваешь? Нет. Он должен до него дойти, то есть, если ты до этого не сжигал черты, ты не можешь задействовать в свой момент. Надо отжигать чина. Если только момент наверху. Тогда я... Можно немножко изменю заявку? Давай. Я убеждаю всех, что нужно срочно бежать вперед. Ну, давай. И пока выпускает показываю своим примером. Да, и показываю своим примером. А ты куда вперед имеешь в виду? Ну, к этому самому. Три шестерки, ни одного. Ни одного? Ну, у меня тоже, но ты провалил проверку. Не-не, у меня три шестерки, ни одну единицу. Три шестерки, ни одну единицу. Я, по-моему, не успеха ни одного успеха. Окей. Ну, я думаю, что... Расскажи, как у тебя это получилось. Что-то сказал своим ступникам, что он что-то сделал. Я смотрю куда-то вдаль. Я вижу сына. Это мой сын. И начинаю резко спускаться вниз. Я быстрее включаю фонарик. И бежу, бегу по направлению как раз-таки вот этого фонаря. У меня катятся слезы. Я понимаю, что я врую. Что на самом деле меня обуревает внутри сумасшедший страх. И я бегу как можно дальше от осознания того, что моя семья только что погибла. И я пытаюсь сам себе, начинаю врать, кричу. И эта уверенность, возможно, заставляет остальных подчиниться этому примеру. И тоже броситься за мной полезнее. У нас, между тем, еще один... Заполнился еще одна ячейка донатной полоски. Фуллпак, да. Вот, я пока... Что еще раз? Фуллпак. Три осталось. Ну да. А вот, в принципе, теперь вы можете... А давайте сделаем так. Пускай мы задействуем еще одну ячейку в вашу пользу. Лестница, честно говоря, темная, полна ужасов. Но пускай мы задействуем еще один лучик надежды, который позволяет вам всем, без исключения, не надо совершать никаких проверок, спуститься донизу без препятствий. То есть вы поравнялись с этим фонарем и стоите, да, как это описывал Джонас, это фонарь, нагнувшийся до земли. Он освещает, ну, как пространство вокруг, таки небольшой пятачок в разные стороны. И что ж, вы там хотели... Насколько я помню, в фазе установления истин там был обнаружен какой-то военный грузовик, правильно я помню? Или просто грузовик, просто грузовик, аэропорт. Перевозим, чемоданчик, да. А, перевозим, чемоданчик, да. Окей, окей. Я судорожно свечу в разные стороны с фонариком. Окей, ну, поскольку это было так или иначе... Так, сейчас я верну музыку. Поскольку это было так или иначе... Поиск, я просто немножко убавил, да, потому что очень громко. Давайте хотя бы так сделаем. Вы можете... Давайте так, там стоит действительно грузовик. Подбежав к нему вплотную, вы видите, что... Ну да, это обычный погрузчик. То есть, по большому счету, ну, знаете, машинка такая небольшая, преремистая, которая возит багаж для самолета. Вот. И ладно, раз уж мы задействовали луч надежды, пускай вокруг него никого нет. То есть, к нему вы можете подойти без препятствий сюда. Но чтобы что-то провести с грузовиком, попробовать его завести и посмотреть, что в нем в кузове и так далее, вам, конечно, придется делать проверку. Я осведомленный. Ты как осведомленный? Я, наверное, кидаюсь сразу к кабине, пытаясь посмотреть, есть ключи в машине. Ну, давай, это будет проверка. Совершенно логично. Я, наверное, когда Джонас убегает, потому что там была истина. Я начинаю осматриваться по сторонам, как раз, когда ты светишь, следя взглядом за твоим. Я слышал откуда-то голоса с улицы. Возможно, это еще люди. Возможно, там твой сын. Возможно, это его голос. Я, наверное, отключил нам машину в то время. Не очень внимательно. Ну, я указываю куда-то в сторону, откуда звук голосов вызывает. Я смотрю на... Напомни. Джек. А, смотрю на Джека и медленно мотаю головой. И отворачиваюсь к грузовику как-то. Я просто стою и... Нет, нет. Стою сколько? Стою сколько? Ни одного провала. Блестяще совершенно. Хорошо, расскажи, что ты увидел в камине грузовиком. В кабине грузовика я увидел тело. Тело, которое лежало на лицом на руле. Кровью забрызганного было стекло. Может быть, даже частично разбитое. Из-за дар как бы в фонарь, так или иначе. И тело лежало ко мне затылком. Я, естественно, сначала увидел, что отшепнулся. Но потом все-таки взял в свои руки, открыл дверь. Толкнул, и у него этого тела не было. Было срезано лицо. А ключи, естественно, были. Ключи были зажиганиями. Да. Ну и после этого я слышал этот разговор. Слушал, что где-то какие-то голоса. Я думаю, здесь много места. Если выбросить вещи, мы сможем еще кого-то прихватить. Давайте проверим. Так, окей. Ключи уже зажиганиями, что вы предпринимаете? Я чемоданы выкидываю все после того, как он сказал. Это я начинаю судорожно швырять чемоданы в разные стороны, чтобы сесть вовнутрь. Я заложу. Так как начинает покрапывать дождь, я, наверное, прикрываю немного фонарик, чтобы его не заживал водой. И свечу, наверное, в сторону, откуда даже все звуки. Кого указал, да? Да. Пытаюсь рассмотреть, ну, увидеть. Ну, давай тогда с тебя, собственно, и начнем. Ну, ты пытаешься увидеть, что, ну, где вы слышали какие-то голоса. Сначала тебе показалось, что это было, ну, действительно, может быть, игра разума какие-то или что-то вроде этого. Но внезапно ты слышишь звук, который, ну, тебя, прямо скажем, удивил, потому что для него совершенно не время и не место. Ты слышишь детскую колыбель. Голосок пытается, монотонно достаточно исполняет. Сначала тебе показалось, что, в принципе, ничего тут такого страшного нет, но тут, ты понимаешь, что не так с этим голосом. Он одновременно, одновременно детский, женский и мужской. У него плюсы звенят какие-то непонятные обертонам. И сейчас ты делаешь непроверку. Троид. В общем, голос. Давай, единички или нет успехов? Да! Единички или нет успехов? Ну, я хочу сжечь, перекинуть две единички. Не знаю даже, что мне занимает. То, что я дерганая, в принципе, можно. Да. Перенервничал. Я очень нервничаю, меня очень настораживает колыбельная. Но не мудрю, но. Хотя, может быть, там просто трое людей. Давай. Очень много, пойдем. Амбра, давай. Успех. Успех? Один успех. Окей. Тебе удается увидеть фигуру, прежде чем она подкралась тебе ближе. В неверном свете фонаря, ну, плюс еще что-то светив стоим, ты видишь существо с опущенной головой и длинными когтями, которое стоит просто как сам нам было, как ястукан и смотрит или каким-то другим способом воспринимает туда тебя просто. О, Господи. Я? О, Господи, опять час назад к машине. Я хочу сжечь добродельность, чтобы сделать эту крутую заявку. Нет, ты можешь сделать заявку. Я в том случае. Ты сжигаешь только если... Пускай в этом момент у меня заводится грузовик, загорается фар, включается свет, я освещаю эту фигуру. Но пускай так, чтобы не полностью ее освещать, а так, что она стоит на расстоянии, и свет от ее все-таки не отпугивает. Так иначе. Замечаю ее, замечаю, что она рядом с этой женщиной. И я хочу выстрелить от этого. Окей. Давай так. Когда ты зажег свет, фигура инстинктивно отшатнулась и как с линии света шагнула в сторону. Ну, то есть понятно, что свет ее пугает, это видно по ней. И ты хочешь стрелять от своего, как нам подсказал Марк, Тауруса. У нас тут параллельно идет... Табрис. Из Табриса. Описание. С Табриса обидел. Я в виде фигуры, я дрожащими руками... Скажи, нет, ну аккуратно! Я свою руку в карман, дрожащими руками встаю, и можно даже через лобовое стекло, она разбита. Я через лобовое стекло... Давай, давай. Может, это фаралон? Я жгу добродетель. Я осведомлен, я знаю, как работает пистолет. Особенно Таурус. Особенно Таурус. Чисто с Таурусом все детство. Трогал. Нет, одна единица ни одного успеха. Ни одного успеха. Трогал. Мы тушим? Я... А пошло, когда мы потушим свечи? Одну. Сейчас сколько вы потушите? Сейчас четыре, я... Да, да. Да, да. Я хочу сделать перерыв, когда мы потушим пятую. Перерыва не будет, свечки горят, свечки перерывы. Ты чё? Ладно, окей. Тогда, ребята, мы сегодня без перерыва. Это в этой игре нельзя делать перерыв. Это, в принципе, даже лучше и интереснее. Ну, прежде чем продолжится экшен, у вас есть все-таки возможность влиять на ситуацию, потому что наступает фаза установления истин. Вот то, что осталось. Мир погружен в эти. Хорошо, я достаю свой пистолет, стреляю в эту сущность. Ну, наверное, перед тем, как выстрелить, когда, наверное, с дрожащей рукой стучу в луловое стекло, которое так разбито, оно трескается, и сейчас у меня разбивается. Наверное, тварь реагирует на это, еще плюс свет у нее, светит, поэтому она замечает, потому что у меня цивилось. Я стреляюсь, она прыгивает в сторону, и из тени появляется еще пять. Давай, 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 давай. Время. В принципе, аккумулятора и топлива хватит, чтобы добраться до самолета. В этот момент, когда я вижу, что несколько тварей бегут, и этот самый, и, возможно, Джетсов говорит о том, что хватит топлива, я замечаю, что вдалеке у самолета начинают работать двигатели. Моя, да? В этот момент, когда появляются пять тварей в сфере фар, я на выстрел, естественно, оборачиваюсь, вижу, что появляется в свете фар, раздается вспышка молнии, пугая всех нас, и Джонас куда-то роняет вниз пистолет. под сиденье, последнее от тебя. Ну, Джонасу удается завести машину. И мы все еще живы. Я, может, пропустила что-то, когда переключила? Он уже завел. Он уже завел. Не, ну все окей. Да, да, нормально. Ну, пускай обыграем это так. Пускай там он действительно недостартовал, а тут двигатель начинает работать с мощными ровным урчанием. Но поскольку это был провал, вы сейчас где кто находится? Вы прыгаете в грузовик или вы подцепляетесь за него, как за броню танка в армии? Я пятилась к машине, потому что меня очень, ну, явно напугало это. Я, наверное, беру в зубы фонарь, да, и пытаюсь забраться наверх. На крышу? На корпус именно сверху. Окей, опишите, кто что остальное пытается делать. Я смотрю куда-то вдаль, в сторону самолета, в наши единственные надежды, и тут я понимаю, что у него начинают работать двигатели, как будто он начинает прогреваться. Ну, как-то уже сказал, да. И в этот момент я бегу, минуя Джозефа, я пытаюсь всем сообщить, что надо торопиться, надо торопиться. Давайте поступим так, давай. Я хочу сесть на пассажирской, если она на кого имеется. Ну, то есть, так или иначе, вы все как-то расследовали? Я где чемоданы раскидывал, туда запрыгиваю сразу. Окей, Стоун тоже, ну, пускай он приземлился с тобой, наверное, Джек. Он помогал тебе раскидывать чемодан и прыгнул просто вот так, рыбкой буквально туда. Мне сейчас нужна будет проверка. Я думаю, ну, поскольку Джонас за рулем, пускай ее выполняет он. Но мне нужна будет проверка не только от Джонаса. Андра выбрала очень рискованный способ передвигаться. Вот, поэтому тебе нужно будет тоже проверить. Но начнем именно с того, что ты стартанул, и, ну, если пройдешь, то разберемся, как тебе удалось преодолеть преграду и существа. Я брожащими руками дергаю ключ, нажимаю на педали газа. Я не знаю, в этих узляках, в грузочной, есть ли там какие-то другие еще педали. На обычном две педали, газ в тормоз. Окей, я нажимаю на педали газа, стыкутся про пистолет, наверное, я... Пытаюсь гнать вперед, и у меня получается, что успеха. Сколько? Два. И у меня два. Ничья. Вот, ничья. Но ничья всегда интерпретируется в пользу мастер. У тебя есть, кстати говоря, право повлиять на конкретный исход повествования. Ну, ты можешь всегда... Ну, во-первых, ладно, кости надежды у тебя нет, потому что ты не задействовал в свой момент, но ты можешь потушить свечу, чтобы описать повествование так, как ты хочешь. Но повествование перейдет к следующей сцене. Я это сделаю очень позже. Так, это хорошо. А, машина заводится? Я еду? Нет, она заводится, ты едешь, но... О, давайте так, вот это будет довольно неплохо. Ты срываешься с места и видишь, и, наверное, ты сидя на пассажирском середине тоже видишь, что эти существа, ну, они как будто не боятся быть задавленными. Они, ну, их пятеро, всего шестеро, одно было, и еще пятеро, и шестеро, и они, наоборот, как будто, причем синхронно, как по команде, смыкаются плечами. А свет фар не как? Нет, может быть, совместно их пребывание делает их сильнее, или что невозможно. Возможно, это сломать. Да, но свет фар в данном случае их не пугает. Они стоят, опустив голову, может быть, они просто его не воспринимают, но вы не можете. И ты ломишься через этот заслон. Тебе, поскольку, тебе, в принципе, удастся его преодолеть, но это будет проверка со стороны Андреа. Удерживаешься это ли после столкновения с этой живой стеной на крыше? Я, наверное, не вижу, в каждом состоянии, как у меня... Ну, конечно, ты не можешь этого видеть. Дальше, тапку в педисколу и гоню. У меня две шестерки, ни одного провала. Блестяще. Ты... Потому что я образованная. Ты видишь, что происходит, да, ты цепляешься изо всех... Не знаю, за все выступы там на крыше этого грузовика. У тебя в зубах фонарик. И ты просто ломишься вместе с этим грузовиком вперед. И ты... Ну, скорее всего, наверное, они могли... Вот как бы... Скорее всего, наверное, они могли поддерживать свою... Как-то, независимость от света, ограниченное время. Они в последний момент, видимо, то ли, может быть, они испугались элементарно, что ты их сдавишь, то ли свет приблизился к ним слишком близко. Ну, в общем, они рассыпаются в разные стороны. Три в одну, три в другую. Их движения напоминают движения танцоров балета. И вы едете дальше. И, собственно, куда вы держите путь? Блин, я, наверное, мчу в сторону... В сторону до самолета далеко? До чего? До самолета. До самолета. Ну, нормально так. То есть это как бы расстояние весомое. Но при этом нам хватит топлива туда доехать. Да. А я хочу нагадить, потушить одну свечку. И сделать так, что мы как бы... Я мчу в сторону самолета, да. Но когда самолет остается метров 200, условно, нам навстречу выбегают несколько десятков этих тварей. И, может, сбивая некоторых, я понимаю, что мы не доедем таким образом, но я вруливаю, и мы на всей дыре с грузовиком летаем в терминал. Какую терминалу? А? В какую терминалу? Я погашу свечку. Это немного противоречит механике, но, в принципе, ну, хорошо, если мы можем завоевать право повествования. А терминал, который блин к самолету? Да. Терминал D? Окей. Хорошо. Но свечка, конечно, уже не ластанет вновь. 5, да, погашено? 5. Да. Свет не тушим еще потом. Хорошо. Вот то, что осталось. Верку гружу больше. Давай, пусть у тебя право повествования, а ты начинаешь. Ну, ты не провалил, но начнем с себя. Ну, пусть вот так вот происходит. Я вижу, что толпа этих тварей выбирает на нас встречу. Я в панике, в эстерике начинаю влететь рулем. У меня в этот момент начинает болеть голова. Я не могу сфокусироваться ни на вождении, вообще не понимаю, что происходит, потому что мой мозг отключается. Наверное, этот меня триггерит, и мы из-за этого влетаем прямиком в стекло терминала, что там все разбивается. Мы разбиваем несколько рядов этих сидений, которые стояли, и врезаемся в стойку администрации. И грузовик останавливается. И моя... Ну, пускай будет моим заказом то, что грузовик как раз останавливается. Не летит дальше куда-нибудь там, в туалет. То есть вы врезаетесь в стену терминала ДЭВА, в стойку администрации. Как-то ее назвали. Хорошо. И, собственно, мы не установили истину. Я повторюсь. Вот то, что осталось, мир погружен в восьму. Давай начнем с тебя, что ты хочешь еще сказать. Ты описал ситуацию, а... Ну вот, я бы не сказал, что автомусоскодорация разговаривается. Все, хорошо, я понял. Тогда... Крыша пробита насквозь. Все? Да. Влазя, мы замечаем... Что... Что... Прям в центре комнаты... Труп... В форме. Угу. Последняя от тебя. Весь свет в терминале, и от фар гаснет. Но мы все еще живы. Это потрясающе. Я, скорее всего, бертва, судя по описанию. Я напоминаю, что теперь у нас шансы сравнированы. А дальше начнется переезд в сторону. У нас сейчас пять. У нас сейчас пять. Пять на пять. И пять у меня. Окей. Вы выползаете из грузовика. Ну, кто как-то. Ты каким-то чудом... Мог с ним-то выглянула. Хорошо очень сделала проверку. Ты каким-то чудом умудрилась... Даже не упасть. Ничего не сломать. Себе и окружающим. То есть, ну, вообще... Идеальное, буквально, приземление. С образованием. И вы, так или иначе, ты стекаешь с крыши. Буквально падаешь, там, не знаю, на финале. Вы кто-то так выбираетесь из грузовика. Возможно, я за багажные эти зацеплюсь. Окей. И вы видите впереди то, что описывал Март, действительно, труп в форме. А можно? Ну, мне-нибудь еще дякую. Я вываливаюсь из кабины. У меня не разбито лицо. Скорее всего, я ударился лицом о руль, когда мы влетели в терминал. Я вываливаюсь из кабины, падаю на пол. Ага. Видошный пол. Поднимаю голову, я понимаю, что я не помню, где я. Угу. Хорошо, хорошо. А что? Что происходит? Что ты делаешь? Я, наверное, в этот момент вываливаюсь из багажного отсека открытого. Я думаю, что наверняка от стекол, от всего у меня порезы. Пусть будет вывихнута рука одна. Потому что я болтала там вместе с чемоданами. Я видя, что... Я видел уже твои приходы эти. Как раз вываливаюсь, подхожу ко всем, наверное. Мэр, наверное, указывает на труп, находящийся посередине порта. И в этот момент полностью гаснет свет. Весь вообще просто. В тьме, кроме света фонарика, не остается. Я, наверное, хватаю под руку Джонаса. Я начинаю подниковать. Все! Все! Все в порядке! Что случилось здесь? Мы спасаемся! Нам нужно добежать до самолета! Какой самолет? Какой самолет? И это... Винчестер 1873. Винчестер 1873. Винчестер 1873. У тебя целого 12 патронов. Давайте поверим нашему зрителю. Спасибо! Один из самолета. Ну, вы находитесь внутри терминала, как вы описали. То есть, естественно, вам не видно. Но вы... Если кто-то помнит, к какому выходу вы должны попасть? До 14. Молодцы! У меня есть заявка. Сейчас полная кромешная темнота. Полная кромешная. Только луч фонарика, который держит джек. И джессов только как-то выбивается. Сзади... Я сейчас скажу кое-что. И ты сделаешь свою заявку. Сзади вы слышите... Помните этот звук, похожий на скрип дверной ручки? Вы слышите хор таких звуков. Колыбельных уже не слышно. Где мой брат? Где мой брат? Где мой брат? У меня есть заявка. Я бегу к автомобилю. Он же перевернулся. Угу. Он оголил этот самый бензобак. Да. Я хватаю первый попавшийся стул, стол, все что угодно. И пытаюсь пробить, сделать хотя бы небольшую дыру в этом бензобаке. Бензобаке? Чтобы поджечь. Я говорю, отойди. И стреляю. Винчестеры они вот так стреляют. Так, ну хорошо, ты соглашаешься, если ты позволяешь это сделать, то тогда проверку будет делать Андром. У меня трясутся руки, но так как я образованная, я знаю как работает дробовик, мой муж. Если бы ты была образованная, ты бы знала, что от выстрела дробовика не зажигается. Да. В таком случае я все равно стреляю. Разрушитель мир. Да. Я даже тебе подскажу, что у меня не выпало ни одного успеха, поэтому ты больна сделать проверку своими шестью кубиками. Я видела фильмы. У меня две шестерки. Две шестерки? Один кубик. Один. Черт с ним. Черт с ним. Минус один. Хорошо. Минус один кубик. Сталин. В любом случае, это успех, тем не менее. Черт с ним. Может быть фильмы не так уж врут, может быть что-то ещё. Ну, стреляешь, просто кинематографично взрывается бензобак и охватывает пламенем весь грузовик. А мы все рядом стреляем? А кто? Ну, не, ну я же, я настолько же рядом, что прям он может быть. В эпицентре взрыва, так сказать. Я вообще ору, наверное, я не понимаю, что происходит, ару просто истерично. Я подхожу, даю ему пощечину. Говорю, что я начинаю собраться! Я террорист! У меня есть микрозаявка. Я подхожу к нему, хватаю Джозефа и начинаю говорить... Джонаса. Начинаю... Я, короче, прям на ходу что-то придумываю о том, что там нас захватили террористы, еще что-то. Короче, я пытаюсь ему какую-то логическую такую цепочку выстроить из всех обстоятельств, чтобы он не поддался ужасу. У тебя придется прокидывать. Четыре кубика. И я буду тебе противостоять. Ты будешь мячу противостоять. Ну, хорошо, у тебя еще. Нет шансов. Нет шансов. Хочешь прожить момент, сжечь черту или... А единиц нет. Просто провал. Туши там один огонек. Я все пытаюсь свой порог использовать. Ты хорош. Ох, черт. Ох, все страшнее становится, на самом деле. Но, в любом случае, хорошо. Тебе удалось убедить Джонаса, что, ну, по крайней мере, с вами ему точно безопасно. Ну, хорошо. Если нет успехов, тем не менее, ты все-таки доиграл эту сцену, скажем так. И три истины. последнее, и мы все еще живы, как вы помним. И вот то, что осталось. Мир погружен восьмой. Начинаем с тебя. Я, ну, подбегая к трупу, оглядывая его в пыланиях огня, я понимаю, что у него на бейджике написано «Контрол Лайн». Лейн Контрол? Лейн Контрол. Ух, моя следующая. Твари не пугаются огня и подходят. Последняя от тебя. Мы все быстро бегаем. Но мы все еще живы. Вы все еще живы. И ты, мэр, подходишь действительно к трупу. Это высокий человек. Ну, нетипичный такой для пилота, например. Ну, понятно, что он пилот. Он в пилотской форме. Вот. Нетипичная прическа. У него слегка вьющиеся волосы, зачесанные назад. Волевое лицо, небольшая такая щетина. Лицо у него на месте, кстати говоря. Видимо, чтобы или кто его не убил, до него они не добрались. Но рассмотреть все это тебе мешает то, что да, твари не боятся огня от машины и подходят ближе. И скрип дверных ручек начинает вас откровенно раздражать. то есть сию минуту вы должны что-то предпринять конкретно. Сбежать, противостоять, импотаться или как-то. Но вы должны, в принципе, что угодно. Ну, я хотел достать какое-нибудь оружие, если у него есть. У капитана? Да. Ракетница, мало ли. Ну, давай попробуем. Ну, это будет с проверкой. Ну, я понял, что это как сигнальная ракетница. Ну, хорошо. Сигназик истолет. Ты можешь что-то попробовать. У всех кто-то лет смолёт такой. Не, ну, всё-таки нестильная ситуация. Это больше. Я помню, что барабанит по крыше дождь. Это меня успокаивает. Я чувствую надежду в этом мире. Я люблю дождь. Всю жизнь любил дождь. Момент должен быть на самом верху. Он должен был ждать все черты. У меня он первый. Это момент, да. Это может быть. Я же сказал, что... Значит, смотрите, что происходит с моментом. Сейчас ты обретаешь классный момент. Я обрету надежду, когда услышу звук дождя. Ты можешь обрести эту надежду, но это будет проверкой. Я не стану тебе противостоять этой проверке. Но если ты преуспеешь, то тебе даже удастся выполнить то, о чём ты говорил до этого. Момент твой сгорает в любом случае. Если же ты его провалишь, ты потеряешь надежду. В принципе. То есть 4 перекидывания. 4 перекидывания. Это не перекидывание, это просто повторная проверка. То есть не повторяешь. Четыре, а после. Сейчас киды как сожму. Давай, 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 давай. Тильт. И одна единица. И одна единица. И одна единица. Выкидывай. Ну, во-первых, гаснет ещё одна свеча. К сожалению. А во-вторых, ты, давай так, ты слышишь звук дождя действительно. И ты помнишь, что ты любил дождь всегда. Ты очень любил читать своей маленькой дочери, которая сейчас где-то далеко от тебя. Ты очень любил читать сказки под дождём, когда вы были рядом и казалось, что вам совершенно больше никто не нужен. Сейчас я немного убавлю мужику. Вот. И тебе внезапно вместо успокоения становится настолько больно и страшно. Ты понимаешь, что, скорее всего, ты уже не увидишь никогда свою любимую дочь. Скорее всего, ты никогда больше не вернёшься к нормальной жизни, если какая-то жизнь вообще будет. И у тебя просто что-то обрывается буквально внутри, и ты понимаешь, что тебя одолевает полная апатия. Ну, дочь у меня умерла в больнице. Лекарства, которые я украл, ей не помогли. Сейчас надежды тоже нет. Я, наверное, стою на колени, смотрю на эту дыру в потолке, и на меня капает дочь. Я такой, ну, это, похоже, конец. И у нас мы потушили ещё одну свечу, и как бы то ни было, вы ещё можете установить пару истин. Начнём мы с тебя, Джессоп. И вот то, что осталось. Мир погружён во тьму. Мир погружён во тьму, но мы видим проход до 14. Проход до 14? Хорошо. От тебя? Мы все берём ноги в руки и, несмотря ни на что, бежим к самолёту. Но мы всё ещё живы. И вы бежите к самолёту. Музыка выключилась? Кончила. Кто-то завёл этот самолёт. Кто-то там ездит. А я бы хотел... Нас эти штуки преследуют? Штуки преследуют. Да, то есть, ну, я, как уже сказал, то есть это звук скрипящих ручек подвигается мне. Давай. Я, наверное, так как мне, товарищ, мэр объяснил, что это, типа, террористический акт, Я начинаю, я, наверное, осматриваюсь по сторонам, понимаю, что какая-то импонина, прости, где происходит. Я вижу на... Если надо что-то... Можно я кину? Я хочу найти на сцене. Так пожара не топалась. Ну тебе придётся кинуть, конечно. Я буду... Сколько у нас кубов осталось? Три. Три. А, простите, пожалуйста, я кинул четыре, сейчас, извините. А, точно три? Три, да. Ну, три свечи. Я перекинул, просто я кинул четыре. Да-да-да, кидай, конечно. Успехов нет. Успехов нет? Провалов нет. Ты будешь... У тебя может быть открыта грань, ты можешь перебросить все кубики. У меня момент ещё есть и грань. Что из них спросить? Момент... Ты можешь помнить весь спецепси повествования в любое время. Я дам такую подсказку небольшую. А грань – это самый последний момент? Грань – это самый последний момент, она позволяет перекинуть весь пул кубиков. Вот. А момент, то есть ты, ну, действительно, обретёшь надежду, и если тебе удастся это сделать, ты получишь так называемую кость надежды, которую можно кидать дополнительно к всему пулу, и она считается успешной, даже если выпало 5, а не 6. Успехов нет. Короче, посню свою позицию. Мне этот человек объяснил про террористов. Я, наверное, не вижу всё-таки в тенях этих тварей. Я вижу только пожар, лютую дичь какую-то. Женщина стреляет из винтовки и поджигает здесь всё вокруг. Музыки всё ещё нет, поэтому не очень страшно. И я осматриваюсь по сторонам. Наверное, пока всё в замешательстве лёгком. Из-за костра, наверное, не приближается. Я вижу телефон. У меня может головечное переклинивать. Я подхожу к телефону и набираю цифры. Угу. Я пытаюсь позвонить брату. Угу. Ну, телефон такой стационарный. Усай даже гудков нет. Я стою, что-то жду, как будто он заработает. Угу. 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 Мы ждём несколько секунд, потом… Может быть, я не слышу гудков, я говорю… Этой твой совета, prescient в Granblue? Я еду, брат. Вешаю игрубку, сжигая момент. Хорош! Хорош! Я обрету надежду, когда вспомнил про брата. Это не дополнительный кобик, да? Нет. Сейчас ты должен перекинуть проверку. Если у тебя будет какая-то она успешная, то тогда это дополнительный кобик. я могу даже аргументировать да это сделаешь ты хорошо я нахожу пускай недалеко пожарный топор за стеклом но пускай в любом случае пускают тебя сопутствует я раздеваю стекло я вообще не знаю что он наплел про террористов я не понимаю я понимаю что что-то происходит херня хватает топор и поворачиваюсь в сторону тех самых теней за кастром стоп размахивает опором и ухожу на я даже не остановить еще одно свеча даст мы продолжаем тушить пока говорить момент я красный фонарь поверну немножко к нам сейчас просто мир погружу вас очень плохо видно в камерах но тем не менее принципе я думаю разглядеть откуда это столько света не можно можно сделать и осталось всего две свечи соответственно одну истину вы можете установить последняя истина для всех общая и вот то что осталось мир погружен во тьму нам и а я давай ты можешь сказать что они спасли них на машине хорошо я пойду по стопам уже я кидаюсь на за костер к этим ребятам которые считают террористы и все такие кидают топором потому что меня переклинило у меня моя болезнь прогрессирует я просто не соображаю что я делаю кидаюсь на этих людей потому что считаю что они пытаются помешать добраться до брата кидаюсь на них стопорами стопором и наверное в этот момент пускай подожжет из-за того что здесь пожар как бы горит несущая балка пускай в момента валится потолок переграждая дорогу разделяя меня и все еще живы и давай начнем с тебя куда-то вы с недоумением смотрите как джонас который до этого оказался таким спокойными уравновешенном пути простым парнем просто бросается в сторону уже показавшихся силуэтов пускай там покажется он там много было толпы шесть силуэтов ну прямо вот показывать впереди трое сзади еще двое маячит еще один они поднимают когти и падает в это время действительно потолок пригождая тебе путь но прорваться через это можно но тем не менее ты пока как я понимаю не предпринимаешь а что ты предпринимаешь я наверно меня забрала опустилась перенаприт глазами я считаю мой мозг почему-то считает что мой брат находится вот где-то там на противоположной стороне этого холла я прорываюсь туда я размахиваю топором даже может быть обращаю внимание что это тима тени я вижу только тени которые с тускла встречаются в костром пожарами позади меня я машу топором пытаюсь отбиться от них потому что нас дед в детстве учил что мы друг за друга с братом стоять горой и я готов даже пойти на преступление убить человека чтобы добраться до своего брата я махиваю топором чуть вперед ты кого-то атакуешь конкретно я могу кинуть чисто на на попадание у меня нет шестерок тоже и поскольку но не будем утаивать наша игра близится к завершению они принимают свою грань я видел как они забрали чью-то лицо в любом широком понимании я перебрасываю свой пол кубиков чтобы дать джонасу не шанс а просто скажем так выход его ужасную страху и у меня целых три успеха поэтому давайте выглядит это так а вы видели сайданная пока не буду гасить свечу объяснить что происходит вы видели срезанные лица у людей вам казалось это каким-то варварским жестоким актом и не факт что это было истинно на самом деле но ты внезапно вместо одного из существ которые к тебе находятся ближе ты пускай ты подбегаешь замахиваешься на него топором желая его атаковать ты видишь что ну как бы стекает как воск как корпус лошадью стекает немного вниз уменьшаясь в росте и ты видишь перед собой жену мэра ты неплохо ее запомнил и так далее она стоит смотрит на тебя испуганными глазами мистер что такое я знаю здесь но я же а он же не помнит я не помню сына нет и вообще же вообще память не помню но в любом случае бог с ним там ты видишь женщину перед собой просто обычную женщину хорошо ну опять-таки у меня забрал на лице я говорю мне глаза литой кровью я прорываясь к брату может быть точно восстанавливать меня до секунды останавливаюсь смотрю на нее вам иди же с дороги я иду к брату меня лицовой не остановит я дашу еще одну свечу как работать грань грань ты можешь перекинуть весь пункт кубиков которые у тебя есть все два если я а как я могу что-то должно написать а подожди я рано потушил свечу получается нет ты можешь плести ее в повествовании в любом случае она не сжигается то есть но есть это можешь аргументировать то что сейчас происходит почему-то принимает не может но в таком случае вам тогда свеча все-таки гаснет и у вас не осталось истин которая вы можете произнести но я сейчас скажу что произойдет но прежде всего вот то что осталось мир окружен во тьму но мы все еще живы вы все еще живы и сейчас поскольку последняя свеча и последняя что греха таить надежда гаснет вы же не вообще видно не будет не нормально может тоже красный поставить и сейчас наступает так называемый последний бой сейчас по сути выглядит это следующим образом начнем с тебя по сути сожалению ваша история окончена и ваша игра проиграна но тем не менее вы вольны еще что-то попытаться сделать используя последний имеющийся у вас в наличии кубик но провал будет означать не провал не тушение свечи и потерю повествования это будет означать что ваш персонаж умирает вы вольны сейчас задействовать все для переброса конечно черты моменты грани все что угодно но тем не менее все что ниже шестерки для вас становятся фатальным и давай начнем с тебя джонас брось кубик потому что ты находишься рядом с опасным существо давай на это что-то можешь перебросить но у меня пять пять но надо перебросить поэтому использую дальше ее не сжигаешь она остается у тебя я вижу женщины брить собой хочу отойди они отходят я толкаю тогда ее в костер и это грань я видел как когда ты заживо сжигал родственника а поэтому я прибраться в нигде один я не буду бросать свой фун костей но пожалуй хотят лаза и кончи уже на давай я брошу и вот чтобы просто ну да у меня тут хватает успехов поэтому на следующим образом вы видите как вы не видели того что видел джонас вину иллюзии которая создала для него это создание вы видели только то что он замешкался на секунду потом что-то бросил этому существу как будто живому собеседнику и побежал дальше и тут когда он поравнялся с ним тварь просто поднимает свои когти и насаживает его на них поднимая воздух вторая когтистая рука тянется к его лицу и вы просто с содроганием видите как как перчатку с руки его лицо просто смачным хлюпанье вздирается и коготь полирует поверхность оставляю гладкой и кровавой и вы видите как существо поведя головой берет ну вот этот скальп с лица маску ужасающую которая осталась от джонаса и прикладывают бережным движением не похожим на то что вообще непонятно как такое существо вообще может что такое сделать бережным движением прикладывают ее к лицу и эта маска ужасная кровавая маска как бы всасывается в его пустые глазницы сейчас это видно довольно хорошо в свете фонарей костра и так далее там действительно нет глазниц глаз там просто два черных провала пожалуйста вы можете что-то сделать я такой вопрос а если задействуем момент что это не даст сейчас если ты задействуешь момент если ты удачно пройдешь ты получишь кость надежды она до покидается с дополнительным этим постере с дополнительным дополнительно с твоими кубиками вот и и не теряешь ты вы теряешь только случае если на него предъединиться за счет переброса грани и успехом там считается не только шестерка но и пятерка то есть если ты хочешь прожить момент то есть я если я сейчас брошу на момент я не потеряю пул вот у меня просто сейчас выступает если ты если ты провалишься то ты погибнешь даже если брошу ну ты конечно не потеряешь вот то есть ну бросай на мой если ты хочешь принять момент расскажу мой момент я обрету надежду когда погибнет недостойный этот человек сальцгеймера для мэра он не достоин чтобы выжить недостоин чтобы жить сошел с ума куда-то убежал он не смог это все перенести хотя мэр перенес даже гибель собственного ребенка и жены пусть для мэра это важнее выжить так но я что-то за кино пти кираешь кубик если у тебя будет шестерка то ты проживаешь момент получаешь еще одну кость для проверки но этот момент я обрету надежду когда погибнет недостойный я не знаю вряд ли кому-то что-то видно но тем не менее по привычке показываю он сгорает бросает на этот бросок я также могу потратить порог добродетель грань нет нет то есть у меня только шестерка или я погибаю у меня горит бумага вокруг свечи поэтому не пугайтесь пять 5 простим вместо того что да ты действительно подкай так ты действительно недолюбливал может быть джонаса за то что мы считал туда у него проблемы может быть и даже больной какой-то боги и так далее и тому подобное но когда ты видишь его ужасную гибель ты понимаешь что нет же он был хорошим парнем он действительно он пытался найти твою жену и твоего ребенка он помогал всем подбадривался в меру своих скромных сил поэтому я просто как будто внутри что-то обрывается ты теряешь всяческую надежду и падаешь наверное на колени и вдруг ты ощущаешь что твое сердце делает странную мягкую палубу а он спотнулась один раз другой раз ты тебе становится не хватать воздуха ты начинаешь судорожно втягивать воздух свежий дождливый воздух после дождя который проникает через проломленные стены но понимаешь что ты не можешь делать дух жгучая бы располагается по левой стороне твоей грудной клетки твоя левая рука повисает плетью и ты просто падаешь на спину над тобой склоняется последнего что ты видишь это перепуганный столом макриде который смотрит на тебя ты видишь как его губы шевелятся но ты не слышишь звуков которых он издает ты не можешь понять слов и сердце твое вдруг как будто начинает биться снова затем делает еще одну такую же паузу и не продолжает бить уже никогда перед тобой сгущается тьма лицо столом макриде расплывается в ней и все падает в эту тьму я побежал я даже не видел как убили джонаса я после того как упал потолок возможно я каким-то чудом успел отскочить со своей вывихнутой рукой я просто держать телефон с пауэрбанком в руках потому что у меня ничего больше нет телефон наверное экраном или фонариком что-то отвечает я просто бегу бегу в сторону d14 d14 окей мы увидели где это находится возможно случайно на телефоне потому что его крепко сжимаю пальцами экран сенсорный это современное время у меня включается момент использовать так использовать у меня написано что я обрету надежду когда услышу голос жены у меня включается видео какое-нибудь которое снимал там как жена с ребенком как стандартное американское видео во дворе там бегают куклы солнечный день прям какой день рождение дочери пусть будет я слышу голос жены я чувствую что нет это явно не финал я должен тем более я слышу углу самолета я он действительно есть я забыл наверно про пилота что он мертв на самом деле уже и никто меня не увезет никуда но я чувствую что я должен и могу я сейчас на момент кидаю да да кидаю на момент если у тебя будет успех то ты получишь кубик надежды мало ли нет нет окей ты бежишь по весь опор к терминалу d14 ты уже позабыл про спутников которые тебя сопровождали и так далее ты просто услышав голос из видео которое у тебя включилась может быть то инстинктивно ну как привык в мирное обычное время вздергиваешь телефон чтобы посмотреть на жену может быть это должно было придать тебе сил и так далее но тут потолок продолжает рушится и просто ты видишь впереди как ни странно как будто бы их там не было но там несколько этих тварей неважно сколько ты не успел даже заметить но тут все просто-напросто какой-то обломок это падает по голове ты падаешь на колени чувствуешь как что-то теплое растекается по твоему затылку глазах начинает мгновенно темнеть и последнее что ты видишь это капля крови которая начала хлестать из твоей разбитой головы и она капает на дисплей твоего телефона на котором жена в это время показываю переворачивает камеру свою сторону а до этого она снимала как вы с сыном запускали воздушного змея и твое сознание гаснет вы двое осталось можно я спасибо наверное видя все это у меня текут слезы я кричу нет 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 и пытаюсь стрелять наверное уже куда попало в темноту чтобы возможно выстрелами осветить то что есть происходит хотя это дробовик венчастие венчастие я стреляю не понимаю что происходит пытаясь наверное у меня пять но я хочу перебросить я хочу перебросить но я хочу использовать все если честно я образована ну вернее ты не можешь это сделать в одной сцене по идее ну ладно бог с ним это конец поэтому все ресурсы организма включено я жалею перебросить я хочу осветить возможно увидеть даже эту дверь д 14 14 что и побежать наверно к ней у меня не получается я хочу использовать момент мой момент мой момент момент не дают переброс ну плохо хорошо хорошо я могу просто использовать давай давай у меня есть еще грани потом использовать грани хорошо давай все шансы будут у меня момент звучит так я обрету надежду когда услышу стук сердца я услышу что стук сердца я прикасаюсь к себе слышу что я еще жива моя рука спускается чуть чуть ниже я докасаюсь до живота чувствую что там все еще бьется сердце и это вот такой момент я скажу что напомню еще раз что при неудачном перебросе ты не услышишь стук сердца и это будет конец я поймала давай 6 только должно быть можно было сейчас гранить а я не могла гранить санечка давай давай санечка нет нет 5 ну хорошо ладно я разрешу тебе надежду ты потеряла я разрешу тебе использовать грань хорошо это было бы красиво давайте я можно я тогда просто отыграться у смерти давай я возможно да я докасаюсь до живота я не чувствую ничего моя грань звучит так ты ну они видели как ты переступила через трупы спасая свою жизнь это по моему отлично подходит да моему персонажу возможно я видя все это действительно потеряв надежду я просто переступаю через всех не понимаю что делать не понимаю куда идти и возможно просто смотрю на это существо которое убило джонаса джонаса я вижу эти глаза испуганные мэра бежите я просто сажусь на колени и жду когда я тоже над тобой возвышается тень ты ну пускай ты даже не поднимаешь голову может быть тебе страшно может быть ты считаешь что это все уже бессмысленно и ты не хочешь еще раз посмотреть на существо которое ты понимаешь что ты доживаешь свои последние секунды когтистая лапа как будто бы даже нежно поднимает твое лицо за подбородок я говорю прости толку и дальше все скрывается кровавой пеной ты джессов видишь как с Андрой происходит ну приблизительно то же самое что с джонасом только она стоит на коленях и даже не пытается сопротивляться чудовище просто срезает ей лицо и ты остался последним это может что-то похоже механические пороки используются при перебросе единички да только единичек а грань полный переброс грань да только когда мы потратим все домашки поэтому мне сейчас надо выкинуть или 6 или 1 что-то хочешь сделать я хочу добраться до 1014 у меня я альтере виде крови я начинаю обезуметь и я просто иду на пролом наверное переступаю через всего у меня за мной тянутся следы и кровавые что я наступил на чего-то может быть на нашего пилота бывшего ну рядышком в смысле уже давай это попытка добраться до d14 я полагаю она может стать финальной но тем не менее ты боролся до конца сделай это даже не один даже не один ну стой можно воспользоваться своей гранью я просто я ее писал ну она типа клевая ну не то что клевая ну хорошо ладно это против правил но какие правила черт возьми когда смерть уже наступает на пятки давай я не знаю как ее писать как ее писать прочти ее просто я видел как ты помогал им ну типа я должен сейчас ну по идее да ты можешь перебросить попробуй как-то плести ее в кое-что все я понял теперь я понял я думал я должен увидеть как кто-то помогал или я сам ну я наверное тогда так посмотрев на d14 я поворачиваюсь ко всем теням которые нас окружают я поворачиваюсь к всем трупам наших товарищей подхожу к мэру поскольку у него лицо еще не располосан насколько я помню он просто умер от сердечного приступа я наверное его как-то хватаю под руки и подношу его вот тени вот так вот а что же есть Макаритин ну смотри есть я знаю так ну ты берешь мэру и подносишь ну хорошо ты это сделал а бросай сделай бросок ты подносишь как-то у тебя хватило сил ты подносишь тело мэра краем глаза ты замечаешь фигуру маячущуюся у d14 фигуру в старом конечном плаще как у лейтенанта Коломба ты понимаешь ты понимаешь осколком твоего гаснущего от ужаса создания что ну Стоун Макриди не терял времени даром может быть даже у тебя мелькает не надежда ну а просто какое-то злорадство по отношению к ним что хотя бы кто-то спасется ты стоишь напротив существа оно опустило голову опустило руки с когтями ты что-то говоришь то что-то говоришь пытаясь отдать им тело я помогу вам очистить этот мир Существо внезапно просто резко поднимает голову то успеваешь заметить просто вот самый замах бритвенно-острых когтей которые летят к тебе и твоя голова отделяется от туловища и твой обезглавленный круг падает прежде чем я подошу последнюю свечу я немного приглушу музыку и если вы позволите сделаю такую небольшую как это флеш-форвард сайд-форвард или что-то вроде этого телетрап тяжелое дыхание не молодого уже грузного и отрукшего бегать человека сброшенный по среди теле трапа коричневый плач заляпанный грязью и смертельно перепуганный стоун макриди забился в кабину пилота которая была открыта к сожалению действительно это был капитан кантрал и к сожалению скорее всего он просто может никогда об этом не узнает но стоун предположил что может быть вытащили из самолета или он не дошел до терминала может случиться что угодно стоун сидит охватив себя за голову вырывает буквально сцепившись пальцами вырывает свои без того редкие волосы с головы и бормочет нет нет господи нет ну хоть что-то хоть какой-то хоть какой-то шанс хоть какой-то малейший шанс в кабине самолета уютно мигают огоньки панелей о которых назначение которых стоун макриди не имеет ни малейшего понятия он хороший бизнесмен хороший человек но к сожалению он совершенно не умеет водить самолеты гаснет освещение в хвостовой части гаснет освещение в середине самолета некоторое время еще держится лампа бизнес-класса но и она тоже гаснет стоун макриди вжимается в приборную панель нашаривает штурвал он не знает каким пользоваться но шероховатость изделия сделанного человеческими руками для людей служащего им такой миссии как перевозка пассажиров и помогающего людям с разных точек земного шара встретиться друг с другом немного его успокаивает буквально на секунду все огоньки на приборной панели самолета гаснут зрачки макриди инстинктивно расширяются может быть от наступившей темноты а может быть от ужаса который он испытал когда увидел в проеме двери в пилотскую кабину высокую фигуру с опущенной головой и опущенными руками с длинными огромными когтями и вот то что осталось мир погружен в плоть игра окончена и тем не менее мы должны сделать еще одну вещь поскольку каждый из наших выживших записал для себя или для тех кто это услышит для кого-нибудь еще небольшое послание я думаю что мы послушаем сейчас то как каждый из наших героев надеялся выжить потому что даже если мир погружен во тьму надежда должна умирать последней а лучше не умирать никогда не знаю не понимаю что происходит но это не разбериха я надеюсь поможет мне скрыться полиция ищет меня за ограбление я хочу пытаться свалить из этой страны может быть в других местах может быть в других местах мне повезет больше и там не будет того что творится здесь я ничего не понимаю но я хочу жить хочу жить хочу жить свободно это были последние слова Джессефа Фостхана который просто хотел жить он не был плохим человеком хотя совершал не самые хорошие поступки но я всегда двигал то что он хотел помочь своей больной дочери до последнего почему-то не могу дозвониться до тебя я сейчас нахожусь в аэропорту мой рейс опять задерживают я видимо еще не скоро попаду домой я очень скучаю по тебе вернее мы скучаем и очень жаль что ты не смог поехать со мной как прилечу ну мы обязательно сходим с тобой в тот ресторанчик на краю дома о котором ты говорил я себе обещаю до встречи это были это были последние слова указ я не знаю зачем я делал это но я должен был все исправить извините меня я прошу прощения у всех у всех кроме тех ублюдков что приходили каждый вечер в мою пекарню и мучили меня мучили мою семью угрожали им всем я знаю они все поплатились я рад что был частью этого меня зовут это были последние слова медики Джала Кассо который хранил за душой кое-какие темные секреты но детали этих секретов останутся для нас неразгаданные меня зовут Джиг Бойл мы находимся в аэропорту в Салим Слот мы не можем выбраться вместе со мной еще несколько человек но мы заперты в аэропорту и кто-то пытается нас убить в этом чертовом городишке зачем я сюда поехал нет нет я не обречен мы должны выжить я должен выжить я должен вернуться к своей семье это были последние слова Джека Бойла который хотел вернуться к своей семье и надеялся до последнего что у него это получится он был сильным человеком брат привет как дела я надеюсь там держишься я не знаю сообщение это отправляю никуда наверное я не знаю сейчас сам знаю что в мире происходит немного страшно но знаешь брат я тут вспомнил времена детства когда мы с тобой отца ружье помнишь сперли отца ружье гоняли за соседским коровами да росли в деревне было весело девок помнишь гоняли девок где-то сюда а и времена были удивительно на память меня подводят в последнее время не так часто многое вспоминаю после вот происшествия 10 дней как парень стал возвращаться раньше много забывал брать говорил надо мозги тренировать чтобы лучше вспоминать и больше вещей помнить я и про это забывал сейчас бы лучше брат не знаю почему как это работать вот поэтому вспомнил много чего отцовскую похороны вспомнил гроб закрытый но это брат тебя помню часто вспоминаю добраться пытаюсь и тут сейчас вот воспоминания накатили решил сообщение тебе отправить можно идёт не знаю как работает связь ну да вспомнил ты даже полтора года как умер когда я сообщение отправляю чёрт чёрт это были последние слова неонаса дазерста человека который падал в сумерки своего разума но тем не менее находил в себе силы чтобы вытащить из сумерек других и вот то что осталось мир погружен во тьму но к счастью у нас здесь есть свет как вокруг так и внутрь игра окончена это было последнее снижение десять свечей а а а эти грёбаные сообщения в конце этот ваншот был никто не сказал но был он только из-за того что в декабре все тем кто подписан на бусти бустеры да писания в том числе выбрали именно этот ваншот вот а могло бы не быть такой драмы не быть такого накала страстей но вот они были только благодаря тем кто за это проголосовал поэтому ставьте себе в чат в честь вашего вот и там сейчас идет голосование за следующий ваншот будем начать писать своем это уже не как босс прощайся давайте я попрощаюсь как босс и на самом деле мне тут не понадобится много слов вот то что осталось завтра наступит утро и это прекрасно спасибо вам Земля и они все еще живые это еще то лучше спасибо всем пока и на Своих близких.